Сегодня 6 октября 2022 года, московское время 16 часов 5 минут. Начинаем вечернюю сессию российской конференции по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Сегодня председателем вечерней сессии является Леонид Эльбекович Руцкоев, доктор физмат наук. Лень, тебе слово. Включай звук, пожалуйста, и бразды правления тебе. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть. Мы немножечко задерживаемся, и наш великий Валерий Зателепин сказал, чтобы я строго соблюдал регламент. Я постараюсь это делать, поэтому, чтобы не терять времени, сразу предоставляем первый доклад. Странные следы странного излучения. Такое семейство Никитиных и Величко. В общем, странный с квадратик. Пожалуйста. Анатолий Иванович, пожалуйста. Включите. Анатолий Ильич, включите. Слышно так? Слышно, да. Очень хорошо слышно. Слышно, да? Так. Ну, название нашего доклада – «Странные следы странного излучения». А вторая работа сделана в Институте энергетических проблем химической физики имени Тальрозен. Здесь, да, слайд? Да. Так, не листается. А, есть. Значит, работа опубликована в журнале «Рэн Ситт» в этом году, 2022, том 14, номер 3. План доклада. Значит, мы рассмотрим вид следов странного излучения, полученный многими исследователями. Рассмотрим ряд гипотез, которые объясняют природу странного излучения. И попробуем объяснить детали следов странного излучения на основе этих теорий или гипотез. Дальше мы сделаем выводы из анализа рассмотренных моделей. И обсудим возможность связи странного излучения с низкоэнергетическими ядерными реакциями. Значит, около 25 лет назад японский исследователь Такаки Мацумото обнаружил на фотопленках следы объектов размером в десятки микрон. Вот здесь показан вид... ...что-то не переключается. Вид таких следов. Значит, в опытах Уруцкоева и сотрудников при взрывах металлических проволочек в воде появлялись частицы, которые, двигаясь со скоростью 20-40 метров в секунду, оставляли на фотопленках пунктирные следы. Вот показан вид странных частиц, которые оставляли иногда каверны на фотопленке. Там что-то совершенно не переключается. Нет, у нас все переключается, все нормально. Да, но медленно идет. Нет, нет, потому что... Толь, вот это очень важно. Никуда не торопитесь. Вы привыкли, компьютеры работают быстро, а в данном случае огромная нагрузка на все компьютеры. Поэтому все медленно, не волнуйтесь. Ну, хорошо, ладно. Вот здесь показан вид каверны, который получен в работах Жигалова. Значит, странная частица проплавила поверхность DV-диска, произошел выброс части вещества наружу и образовалась лунка. Вот если посмотреть энергию, которая нужна для этого процесса, то оказывается, что надо потратить около 75 мегаэлектрон-вольт. Так, где следующее? Что-то я нажал, а, переключился. Значит, теперь вид следов странных частиц. Сейчас посмотрим их коллекцию, набор. Значит, следы оставлены частицами, которые почему-то двигались параллельно поверхности пленки. Иногда сплошной след превращается в пультирный или наоборот. Значит, вид следов странных частиц совершенно необычный. Вот, получается, они в виде такого повторяющегося узора. Иногда этот узор идет с такой сдвинутой периодичностью. Вот одна частичка, а потом она встречается через две других. Эти странные частицы могут двигаться как в разных направлениях и резко изменять направление своего движения. Были проведены Фредериксов опыты по откладению частиц в магнитном поле. Значит, в магнитном поле постоянного магнита с индукцией около одной теслы частицы двигались по параболе. Следы странных частиц были хаотические, и двигались они резкими изломами. Ну, самым интересным во всей этой истории было обнаружение следов близнецов. Когда на площади пленки размером около одного сантиметра наблюдались абсолютно идентичные следы. Причем эти следы были оставлены как частицами, которые имели, скажем, более интенсивное воздействие, скажем, вот этот след, и менее интенсивные. То есть это, значит, вопрос очень интересный. Я задавал это источникам, участникам нашей компании. Ну, пока, значит, ответа мы на это не получили. Я в нашей работе постараюсь найти ответ на появление вот этих треков-близнецов. Вот опять же эти треки-близнецы. Это вот два трека, которые идут, а вот это их наложение. То есть они абсолютно полностью совпадают, за исключением небольших деталей. Причем самое интересное, что при увеличении этих треков сохраняется не только общий вид этих треков, но и детали некие. Тот момент, когда вот эти точки образуются, также в этих треках, вот здесь не с тем видно, он, так сказать, не такой яркий, тоже, значит, картина повторяется в деталях. И причем вот тоже пример повторения деталей, вот, значит, трек, полученный Жигаловым, видно, что вот эти ямки, которые образуются на двух идущих параллельных треках, значит, совпадают даже в деталях. Они видны, то есть частички, которые двигались, каким-то образом сообщали, так сказать, вот тот момент, когда они должны оставить вот эти вот некие характерные ямки на пленке или на поверхности DVD-диска. Были обнаружены ивайловым хиральные следы, которые можно объяснить тем, что две частицы, вот одна и вторая, вот эта и следующая, двигались одновременно в разные стороны. Здесь вот другой вид этих треков, полученных ивайлю, частичка, идущая вот так вот, например, и вторая частичка, которая идет вот таким образом, тоже одновременно делая повороты своей траектории, движется с противоположных направлений. Значит, движение вот этих частиц, вот синхронно, очень напоминает движение, синхронное, слаженное движение птиц в стае или, например, рыб, тоже в стае рыб. Вот не знаю, вот это выйдет или нет, нам показать этот проект. Не получилось. Так, ну, я здесь хотел показать движение птиц, но ладно, не вышло, пойдем дальше. Значит, было обнаружено, кроме показанных рисунков, что частицы могут проходить сквозь твердые вещества, металлы, пластик, стекло, оставляя в них каналы прямые, изогнутые, винтовые. Они могут накапливаться в материале твердого тела и выходить из них спустя дни и месяцы после проведения экспериментов по их получению. Подтверждение этому служит результаты опытов группы Нестеровича в МИФИ и то, что нам недавно рассказывал Володя Чижов. Значит, какие существуют гипотезы устройства странных частиц? Значит, можно считать, что набор обнаруженных следов странных частиц уже достаточен для того, чтобы провести проверку на истинность предложенных моделей их устройства. Значит, для объяснения вида этих частиц было предложено несколько гипотез. Перечислим наиболее разработанные и развитые и обоснованные гипотезы. Это гипотезы магнитных моноболий Лошака. Это лаборатория Урускоева и скончавшегося, но внесших довольно большой вклад в нашу общую проблему, и Войлова. Вторая гипотеза – магнета Тора электронного излучения. Это группа теоретиков во главе Шишкина. Гипотеза тахеонов, предложенной Фредериксом. Гипотеза промежуточного квазимолекулярного состояния, предложенная Кащенко. Гипотеза темного водорода, предложенной Баранов и Зателепина. И мы предположили, что странные частицы представляют собой многозарядные кластеры, ну, типа миниатюрных шаровых молний. Переходим к обсуждению этих гипотез. Вот гипотеза, значит, Урускоева. Считается, что странные частицы представляют собой элементарный магнитный заряд. Значит, доказательством этому существует то, что магнитное поле, которое действует на трек, остальные монополи, значит, изменяет его форму и превращает его в комет. Ну, на основе это было сделано заключение, что это не электрический заряженный частиц, а магнита, заряженная частица. Вот, и на основе этого, значит, были, так сказать, был предложен перечень неких, значит, свойств, которые должна, которым должна была эта частица. Вот здесь поставлен рисунок из статьи Эвойлова о движении этой магнитозаряженной частицы магнитным поле, которое вот расположено перед популярной этой пластинкой, и двухслойной фотопластинке. Показано по этой теории, что частичка сначала, имеющая магнитный заряд, движется вдоль магнитной силовой линии, потом ударившуюся пленку, она забывает об этом электрическом магнитном поле и начинает двигаться в магнитном поле наведенным зарядом, который недалеко расположен, и движется в плоскости пленки, совершая вот такие вот зеркально-хиральные движения. То есть имеется числительство двух видов, которые движутся как вдоль магнитного поля, так и противомагнитного поля. Значит, приводили фотопластинку, магнитное поле, значит, перестает действовать на монополь, и он начинает двигаться вдоль поверхности под действием магнитного поля. Значит, направление движения частицы изменяется мгновенно. Значит, было сделано предположение, что она имеет малую массу. На основе этого сделан вывод, что монополь – это нейтрин в возбужденном магнитном состоянии. Это по теории Лошака. Частица движения внутри эмульсии, периодически погружаясь в нее и выныривая. При этом она плавит материал, оставляя в нем тоннель. Ну, ацертия показывает, что энергия на плавление черпается не из кинетической энергии этой частицы, а из экзотермических ядерных реакций, которые инициируются частицами. Эту идею также поддерживает Адаменко и Высоцкий. Так, что-то… Уже все. Следующее. Так, теперь следующее. Это модель магнита Тора электронного излучения Шишкина и другой группы теоретиков. Значит, сделано предположение, что следы на пленках появляются при взрывах вихревых солитонов в виде магнитных Торов. Значит, считается, что эти солитоны образуются из конденсации фоновых нейтрино на ядрах атомов. И здесь описана методика образования этих образований, которые в конце концов… Где у нас следующее? Значит, образуется… Так, я не то нажал тоже. Формирует, в конце концов, некий такой Торообразный, значит… Как его назвать? Солитон, из которого образующее их ядро уходит. Так вот, этот солитон может, значит, распаковаться в струну диаметром порядка одного нанометра, длиной порядка 700 метров. По этой струне начинает бегать буравчик, который высверливает на поверхности твердого тела полос. Появляются, значит, следы в виде линии или каверн. Значит, следующая, значит, модель гипотезы – это Фредерикс. Он исследовал действие магнитного поля с индукцией одна Тесла на вид треков странных частиц. Выяснилось, что они двигались по параболе в плоскости к реперликулярной вектору магнитного поля. Анатолий Иванович, у вас осталось 5 минут. Ну, я тогда… Ну, я не знаю, здесь полный… Нет, ничего не понимаю. Ну, это модель Кащенко. Я не могу переключать, ребята, вы уж просите за это все. Давай я буду переключать. Не знаю. Ладно, тогда я не укладываюсь. Я сейчас тогда перехожу. Ребята, все. Давайте идем назад. Анатолий Иванович, не волнуйтесь. Не, не, ну так, ребята, я действительно полное содержание. Я даю только выводы. Все. Да, да, это нормально. Если так, действительно, такое отношение, то я действительно, простите. Это не отношение, это регламент. Для всех он одинаков. Всех напрягаем. Иначе мы никого не услышим. Нет, я все потерял, я не могу переключать. Видны переключения или нет? Да, 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 видим переключения. Ну, давно бы так сказали, действительно. Ладно, тогда... Значит, вот доказательства, значит, объяснения симметричных треков, потому что все остальное понятно. Значит, мы предположили, что следы оставлены заряженными кластерами, то есть некими частичками, которые представляют собой некое количество ионов, собранных внутри некой полости круглой. И расширение этих зарядов сдерживается давлением поляризованных молекул воды, которое показано на этом. Значит, расчеты сил, которые действуют в этой системе, показывают, что, во-первых, эти частички могут двигаться вдоль поверхности, отскакивать, притягивать с поверхности пленки и отскакивать от него, оставлять следы, которые вот имеют такую форму. Они не сплошные, а в виде таких двойных. Да, причины этого, значит, нами обнаружены. Вот, значит, он, кластер движется перпендерно, значит, направлению магнитной силовой линии, то, что было получено Фредериксом. Идломы траектории определяются тем, что частички эти движутся вдоль пленки под действием внешнего магнитного поля, электрического поля. Электрические поля в лаборатории довольно большие, порядка 100 вольт на метр. И симметричные треки возникают из-за того, что заряженные частицы в электрическом поле и при изменении направления электрического поля тоже должны изменять направление своего движения. Мы провели расчет размеров наших заряженных кластеров и показали, что из-за действия сил, действующих на заряд кластера и силы трения о воздух, которые зависят от радиуса этого кластера. Одинаковые скорости движения этих кластеров могут быть, если отношение заряда кластера к квадрату радиуса будет одно и то же. То есть кластер с большим зарядом, который тянется сильным электрическим полем, должен быть большой заряд и больше тормозится. Так вот, наши расчеты в этих четырех порядках размеров заряда оказали, что это отношение есть единицы. Это означает, что кластеры разных зарядов, построенные по нашей методике, движутся с одной скоростью. Это объясняет идентичность треков симметричных треков. В треках-близнецах наблюдается синхронизация двух порядков. Первое – это из-за внешнего воздействия, одновременного изменения траектории по действиям изменения направления вектора внешнего электрического поля. А второе – это внутреннее. То, что я показал. Это, по-видимому, объясняется тем, что в момент образования каверны, который образуется за счет сброса части зарядов с кластера, они каким-то образом обмениваются, производят электрическая наводка, и второй кластер тоже одновременно сбрасывает вот этот заряд на пленку. положительные и отрицательные кластеры образуются при разрядах в воде. Одни в области анода, другие в области катода. По-видимому, каким-то образом наличие этих кластеров должно каким-то образом стимулировать изменение затопного состава элементов. Мы показали, что кластер, который находится около поверхности твердого тела, втягивается туда с огромной силой и может вклиниваться внутрь. Поэтому перейдем к выводам, что частицы странного излучения – это не элементарные частицы или атомные ядра, а это более реалистично считать, что это макроскопические частицы с большим внутренним запасом потенциальной энергии. Электрический заряд этих частиц превышает элементарный заряд больше, чем в тысячу раз. Заряды могут быть как положительные, так и отрицательные. Действуют эти электрические частицы, движутся благодаря действию случайных электрических полей. Обычно, например, у нас в поле хорошая погода, 100 вольт в лаборатории, тепля могут быть больше. Свойства этих странных частей похожи на свойства шаровых молний. Они, как и шаровые молнии, способны двигаться вдоль поверхности твердого тела, совершать сплошки и так далее. Эти частички могут внедряться внутрь твердого тела. Значит, давление, которое они оказывают, вот частичка с радиусом порядка двух микрон, заряда порядка 10 минус 12 колон, может давить на поверхность силы 10 десятых ньютонов, то есть 10 пятой атмосфер. Напряженность электрического поля на поверхности такого кластера равна 10 десятых вольт на метр. Это сравнимо с напряженностью электрического поля в атоме и в решетке кристалла, вблизи внедренного кристалла. По действиям этого кластера произойдет сильная поляризация вещества, что может облегчить условия сближения протонов и ядер элементов. Это заставляет рассмотреть возможность протекания ядерных реакций путем процесса преодоления потенциального барьера, длящегося в течение времени на много порядков превосходящего время столкновения ядер при обычном ядерном процессе. Мы благодарим Юрия Евдокимова, Владислава Жигалова, Фредерикса и Леонида Урускова за разрешение использовать полученные ими снимки следов странного излучения. Вам спасибо. Большое спасибо. Хотел бы сделать одно замечание вам на будущее. Если вы выступаете 20 минут, то слайдов должно быть не больше 15. 60 слайдов, 20 минут никогда уложить нельзя. Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос. Ни о чем не сказал. Можно я сначала? Я вроде бы очень первый. Да, Цветков первый. Да, ну извините, я просто первый тут стою. Хорошо. Анатолий Ильич, вопросик такой. Вы там в самом начале говорите о том, что у вас 10 минус 10 джоули равняется 7 мегаэлектрон вольт. Объясните, пожалуйста, что это за странная такая цифра? Я не понял, о чем речь. Покажите, какой слайд я полистаю. Ну, там он второй или третий. Сейчас я перейду, посмотрю. Вы мне скажите, когда? Ну, дальше, дальше, дальше. Это вот самое начало, идите. Стоп. Пролистнули. Обратно. И сейчас. И сейчас. Вот, вот. Видите, у вас внизу написано? 10 минус 11 джоули – это 75 мега. Это откуда такая цифра? Я вот никак ее получить не могу. Ну, я не знаю, может, я ошибся. Я просто пересчитывал, сколько, как электрон вольт пересчитывается в джоули. Значит, 1 электрон вольт – это 10 минус 19 джоули. 1,6 на 10 минус 19. Да, да. Поэтому у меня, получается, там 620 с чем-то мег. Понимаете? Ну, не знаю, но я, может, и ошибся, действительно. Здесь показано то, что, в принципе, энергия, которая требуется для образования этой каверны, довольно большая. Так что здесь можно только о качестве не говорить. На порядок ошибаться – это, знаете, это уже… Ну, ничего страшного, ничего страшного. Не, ну, как это ничего страшного? Это сейчас мне все цифры проверять ваши-то? Ну, не надо, зачем? Сергей, ну, смотрите, Сергей, вот, Цветков, смотрите. Если мы 10 в 11 разделим на 10 в минус 19, мы получим 10 в 8. Если 10 в 8 разделим на 10 в 6, получим 10 во 2. Ну, это 180. Если 10 во 2 разделим на 1,6, получим 75. Поэтому не правильно. Терпеть. Не будем тратить время на ерунду. Ну, конечно, эти арифметики не будем заниматься. Это арифметика обыкновенная. Что нам башку-то дурить? Хорошо, ладно, спасибо. Что, значит, нарушает в том, что я говорил, что вот, скажем, если ошибся, в 2 или в 3 раза? Порядок нужен. Верно нарушается во всех остальных цифрах. Сергей, ну… Ладно, это не по делу разговор. Давайте по существу. Спасибо, да. Андреевич Сталинов, пожалуйста. Да, спасибо. Можно по существу вопрос? Анатолий Ильич, скажите, пожалуйста, ведь треки наблюдаются очень часто на металлах. А какие там… Вот как у вас там с электрическими полями-то около поверхности металла? Я не очень понимаю. Ну, во-первых, у вас электрическое изображение. Это все сразу у вас электрически заряженный объект, металл притянется. А потом а горизонтальные поля откуда-то? Хорошо. Сейчас я покажу действительно то, что я пропустил, потому что мне просто не дали возможности. Ну, я, наверное, виноват, что слишком большой доклад. Ну, конечно. 60 слайдов не ставит никто. Я просто изложение той статьи, которую я, так сказать, представил изложение статьи, которая опубликована. Статью можно читать неделями, а здесь 20 минут у вас. Значит, вот здесь какая вещь. Значит, вот есть процесс… Мы сделали компьютерное моделирование процесса взаимодействия вот этого заряженного класса с поверхностью. Как поверхностью и металлической проводящей, так и диэлектрика. Значит, идея такая, что когда класс летит в направлении этой, ну, некой, значит, плоскости, он имеет заряд, индустрирует, значит, дипольный, значит, ну, поляризует, вот он в среду, как диэлектрик, так и металл, и начинает к ней притягиваться. Дальше мы провели моделирование такой модели, что система, когда он подлетает на некоторое расстояние до этого, происходит, ну, типа пробои. От него отделяется маленький кластер и начинает двигаться к металлу или к пленке. Дальше он, ударяя в эту пленку и передавая ей энергию, оставляет там скрытое изображение или каверну на чем-то другом. В этот момент он, получив импульс отдачи, взлетает над этой пленкой. Ну, он находится в поле притяжения этой пленки, потому что она, поляризованная часть пленки, его притягивает, или металла, неважно что. Дальше он останавливается, начинает падать. Снова на некотором расстоянии излучает часть своего заряда. Идея понятна. Время... Да, и поэтому получается вот такие вот... Мячик, прыгающий по поверхности. Да, причем несимметричные следы. И вот, значит, идея такая, что заряженный заряд притягивается за счет поляризации или по поверхности металла, или по поверхности... Простите, Анатолий Ильич, а вы когда-то про переходное излучение слышали? Нет, не слышал. Что это такое? Почитайте, пожалуйста. Обзор есть, хороший обзор УФН, его еще Гинсбург написал. Хорошо, спасибо большое. Андрей удовлетворен. Вот, движемся дальше. Я не понял только вот по горизонтали, за счет чего он двигается. Мячик прыгает по плоскости. По горизонтали, если у него есть составляющая скоростью, то эта картинка, которая сейчас написана во времени, она растягивается горизонтально. Ну, по инерции, значит. Не по инерции, нет, нет. Он движется за счет того, что вдоль этого поля есть составляющая электрического поля. Его тянет электрический поле. Из поверхности металла? Да, вдоль поверхности металла. Случайные поля, хорошо. Поля случайные, да. Юрий, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос такой. Вот чем объяснить вот все-таки вот абсолютную параллельность движения поверхности, хотя пленка может помятой, шероховатой все могут быть, и под углом не совсем по нормали к лучу расположен. Вот удивительная параллельность. Почему-то многие вот это как-то не говорят. Очень хороший вопрос. Меня это тоже всегда занимало. Да, в принципе, это вопрос действительно открытый. В этой модели мы просто это постулировали, что излучение вот этого, ну, части его заряда в направлении проводника или электрика пленки происходит на некоторой высоте. Все, понятно. Данная модель на этот вопрос не отвечает. Это модель. Есть эффект Канда вот в гидродинамике, когда струя присасывается к стенке, то есть большая сила присасывает ее, и она не отделяется. Вот сила присасывания держит все время вот вдоль плоскости движения. Может, этот эффект какой-то может здесь присутствовать. Сейчас здесь я чуть-чуть дополню. Ответ насчет параллельности можно? Да, да. Вот здесь… Мы выскакиваем из регламента, господа. Давайте эти вопросы… В общем, параллельность объясняется очень просто, на самом деле. Хорошо, спасибо. Хорошо. Дмитрий Баранов. Я о странных частицах. Странные частицы известны уже почти 70 лет. В начале 50-х годов были открыты. Это Каноль, Мизона, Сигма и Лямбда, Гипероны. Тогда, если есть вопрос, задавайте. Что вообще между странными частицами, которых были в докладе, и Каноль, Мизонами, Сигмой и Лямбда, Гиперонами? Есть ли что-то общее в одинаковом названии? Нет, это случайное совпадение, на которое указал наш ведущий, Валерий Николаевич. Я с ним согласен. Но тогда мой доклад надо было назвать так. Неизвестные следы неизвестного излучения. Как-то тоже не вяжется. Хоть странноватым назови. На неведомых дорожках следы невиданных зверей. Нельзя одинаково называть. Это название, так сказать, случайно или нет, придумал ведущий Леонид Урусхоев. Мы движемся, господа, можно секунду. Мы движемся по программе конференции. Конечно, у меня больше всего вопросов к этому докладчику. Давайте сделаем так. Я на минут 10, будет круглый стол, все-таки расставлю точки над «и», потому что я вижу, что в голове каша, полная каша. Давайте я как-то так параллельно и перпендикулярно расскажу, по крайней мере, до чего я дошел. Потому что очень много неправильного он говорил. Но все это на вечерний стол, если народ не возражает. Я готов 10 минут очень кратко рассказать, как, на мой взгляд, выглядит проблема. Хотя, конечно, сейчас она на слуху стала модной и так далее. Народ не возражает, Леонид Пербешкович. Все, тогда большое спасибо за доклад. Переходим к следующему докладу. Как его закрыть? Савенков. В каком виде выделяется энергия в Леннер? Очень интересная тема. Действительно хотелось бы... Анатолий Ильич, убирайте свою презентацию. Для этого надо нажать красную кнопочку вверху. Ну, сверните презентацию эту. Что ж вы там совсем уж растерялись? Вот нажмите крестик вот этот справа. Чего налево-то повели курсор? Крестик справа вверху. У вас закроется презентация. Вот, и увидите свой экран в зуб. Там красная клавиша будет. Справа наверх курсор введите. Похоже, они убежали вообще. Вот сейчас проблема такая. Не вхитивный. Так, сейчас, секундочку. Я сейчас попробую. Сейчас я вижу, в чем есть польза аспирантов. Они это делают очень быстро. Так, ну вот, да. Я вот выключил. Лёнь, давай дальше. Извини, пожалуйста. Да-да-да. Следующий доклад у нас. В каком виде выделяется энергия в Леннер? Очень интересная тема. Действительно, очень любопытно. И, я не знаю, Георгий Савинков, да, Константинович? Геннадий, Геннадий. Геннадий, Геннадий, да-да-да. Геннадий, он, кстати, из города Киев. Да-да-да. Очень интересный доклад. Связь есть с Киевом? Есть, как мы видим, да? Угу, все. Геннадий, вот мы вас не слышим. Вот, к сожалению, у вас, у вас, абсолютно вас не слышим. У вас что-то там переключить надо. Не-не, не слышно вас. У вас там несколько микрофонов в компьютере. Смотрите, вот слева внизу на экране зума увидите ту самую клавишу «Выключить звук». Там вот справее будет такая стрелочка вверх. Вот на нее нажмите, откроется окошечко. Там настройка микрофонов. И там микрофон другой выберете. Потому что вам, у вас автоматически включился микрофон, который у вас не работает. Вот, его включить. Нет, вы сейчас презентацию свою выключили. Не это вы делаете. На экране зума, зума, это экран ваш. Выключите пока презентацию. Пока красную клавишу наверху нажмите. Да, вот сейчас. Выключить звук. Вот внизу микрофон. Видите микрофончик в самом низу? А чуть-чуть правее стрелочка. Мы вас не слышим. Нажмите на эту стрелочку, и откроется окошечко. В нем вы увидите возможности подключать другие микрофоны. У вас в компьютере несколько микрофонов. Валерий Николаевич, он же ничего не говорит. Сергей. Он говорил. Вы этого не видели. Слышно, нет? Вот сейчас слышно. Все, молодец. Включаем презентацию опять. И все делаем очень быстро. Сейчас слышим, Геннадий. Все здорово. Коллеги, давайте попробуем разобраться в одном вопросе, который, как нам кажется, поможет приблизиться к пониманию того, что же такое новый класс ядерных реакций под названием низкоэнергетические или низкопороговые ядерные реакции, холодный ядерный синтез. Вопрос этот звучит так. В каком виде выделяется энергия в лен-реакциях синтеза? То, что он... А вот понимание того, как оно выделяется, мы полагаем, поможет многое прояснить вроде этих реакций. Ну, поскольку экспериментаторы в качестве дописательства Лен получают на своих генераторах удельную... ...это тепло. Принято считать, что тепло – это вид энергии, связанный с постоянным движением атомов и молекул. Ранее предполагалось, что это материальная субстанция, которая называлась теплород или флагистон. Но в настоящее время принята кинетическая теория. То есть, в общем, разбираться с этим мы не будем, просто выясним, каким образом получается это тепло, и что выносит из зоны реакции это тепло. Еще одно определение говорит о том, что теплота – это внутренняя энергия тела. Теплота – кинетическая часть внутренней энергии вещества, определяемая интенсивно-хаотическим движением молекул и атомов. Ну, это классика. Ну, тогда что такое энергия? Энергия, по определению, это абстрактное, ни из чего не состоящее понятие меродвижения – математическая функция, которая по Эйнштейну превращается в материальную субстанцию массы. Ну, со здравым смыслом это, конечно, не стыкуется никак, но выдается за шедевр теоретической физики. Но мы опять не об этом. Есть еще одно определение энергии, что это способность тела совершать работу. Способность, однако, это тоже понятие, не физическое. Поскольку энергия – понятие абстрактное, то так же, как и информация, она должна иметь материальный носитель. Если это меродвижение, значит, что-то материальное должно двигаться. Сегодня понятие энергии настолько прочно вошло в научный лексикон, что оно приобрело самостоятельный субъектный характер. Ну, как-то оно, когда мы говорим об энергии, мы обычно не связываем, что же ее выносит, что ее двигает. Но, повторяю, энергия самостоятельно летать не может. Это количественный параметр различных видов движения материи. Ну, теперь рассмотрим, в каком виде выделяется энергия в реакциях ядерного синтеза, причем как в термоядерном синтезе, так и в лерн. Что является носительным энергии, выделяемое в реакциях ядерного синтеза? Ну, вначале рассмотрим классические ядерные реакции термоядерного синтеза, которые, как известно, в наших земных условиях носят искусственный характер. Реализованы не только в термоядерной бомбе и в ускорителях элементарных частиц. Ну, вот тут пример обычных классических ядерных реакций. Ну, как видим, в общепринятом написании, значит, что выносит энергию, нет, просто пишется количество выносимой энергии. Другой пример реакции синтеза в официальной интерпретации. Это термоядерный синтез звездок. Ну, считается, что в звездах идут термоядерные реакции при плотности, скажем, в нашем солнышке звезды до 100 грамм на сантиметр кубический этого водорода температура 17 кельвин. Идет цепочка термоядерных реакций. Вот она здесь написана как водородный или там еще углеродный цикл. Ну, вот на этом рисунке видно, что при слиянии ДТ и третьих термоядерных реакций у нас энергии выносятся за счет кинетической энергии нейтрона 14,1 мл и гелия. Ну, это не все продукты реакции. Как видно, с приведенных выше реакций термоядерного синтеза энергии дефекта масс в каждом из каждой реакции выделяется в виде кинетической энергии нейтронов, электронов, альфа-частиц и ядер, вылетающих из зоны реакции. Ну, а там, где бухгалтерия реакции не бьет, эффекта масса должна выносить гипотетическая частичка, придуманная в Вильгельмом Пауле под названием нейтрина. Именно поэтому термоядерная реакция относится к классу кинетических энергий, когда для преодоления кулоновского боя частицы должны быть разогнаны нагревом до десятков миллионов градусов. А что же происходит в Лен-реакциях? Низкоэнергетические ядерные реакции это новый класс ядерных реакций, которые с нашей точки зрения относятся к потенциально-ориентационным реакциям. Ядерное взаимодействие при этих реакциях может происходить при скоростях нуклонов и ядер близких к нулевым. Например, это реакция бактериальной трансмутации корниловой или избыточной ячейки, в которых реакции идут в температурах близкой комнаты. Извините, я выключил. Геннадий, извините, там мешают люди. Я выключил. Продолжайте. Для образного восприятия разницы между этими реакциями вот тут я привел картинки. Либо можно дверь открыть разогнавшись вот как этот боец, либо мы пытаемся открыть подобрав ключ, а это уже модель Лерн. Либо так, ключиком, либо с помощью отмычки. Это так, восприятие. Сейчас, секундочку. Точно так же выделение энергии дефекта масс можно сравнить, представить, как разлетающиеся осколки с отмычки навстречки на огромной скорости автомобилей. Эти осколки уносят с собой огромную кинетическую энергию столкновения этих автомобилей и выделяемые, например, энергию озорвавшегося бензобака. Ну вот, скажем так. Вот так, ребят. В Лен-реакции можно представить себе как соединение двух автомобилей буксировочным тросом, после чего они идут как единое транспортное средство. То есть выводимая наружу энергия излучается новорожденными атомами. Так в каком же виде выделяется тепло в этих установках? Рассмотрим реакцию ядерного синтеза на примерах четырех реакций синтеза как термоядерных так и Лена. Ну, первая реакция это вот генератор Sun Cell Брянт Лайт Пауэр Милса. Как известно, в реакторе Милса около 80% энергии выделяется в виде электромагнитных фон в ультрафиолетовом спектре. Часть энергии в видеомоспектре. После чего в установке ультрафиолетового спектра превозуется в видеомоспектр для получения электричества на фотогаливанических элементах. Вот установка Милса. Вот сама модель. Значит, низковольтно очень сильный ток запускает реакцию с образованием как он считает гидриной, вызывает спресс-яркость фотоизлучающей плазмы мощности мегаватта, которую можно напрямую преобразовать в электричество, используя проверенный свет по технологии фотоэлектрического преобразования. Ну, здесь схема простая, вот эта плазма, вот это абсолютно черное тело, а здесь преобразователь. У него двое модели получения. Вторая модель, это у него магнитогидрогеномический преобразователь. Вот эта плазма, которая получается, через сопло выпускается между магнитами, где-то разделение положительных отрицательных зарядов, соответственно, получается разрушение потенциалов в электрический ток. Ну, вот эта схема. Значит, генератор Росси. В генераторх Росси, ввиду того, что они представляют собой установки закрытой реакционной камеры, определить спектр излучения сложно. Скорее всего, учитывая то, что реактор Росси выделяет избыточное тепло с учетом их компактности, никаких преобразований спектра у них нет. Можно предположить, что энергия дефекта масс у Росси выделяется в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре. Естественно, часть энергии выделяется в видимом спектре. Однако, на презентации КПСК у нас респект мата 2019 года Росси предоставил видеозапись спектра плазменного образования в зоне реакции. К нами были изучены эти спектры. И что же было обнаружено? На показанной запись спектра плазмоиды видно, что диапазон излучения соответствовал так же, как и у Милса, ультрафиолетовому сектору БО-6-5 и видимому спектру. Поскольку предоставленной Андрея Роси на презентации запись не была прямой трансляцией реактора, и учитывая странное поведение Андрея Роси, приходится осторожно подходить к оценке работы и восстановки. А если запись все-таки истинная, то можно сделать вывод, что в пенреакциях основной формой испускания энергии дефекта масс является электромагнитное излучение ультрафиолетового, возможно, инфракрасного, а также видимого спектра. Вот эти спектры, которые предоставил Роси. Вот здесь 400 нанометров, 400-700 это у нас видимый спектр, а ниже 400 это у нас ультрафиолетовый спектр. Вот где вот эти все пики. Идем дальше. Теперь обратимся к одному из основных правил работы исследователя, которое гласит, если ты не видишь ответа на свои вопросы в экспериментальных данных, то спроси ответа на свои вопросы у аналогов или у природы. Попробуем поискать аналогичные реакции в окружающем мире и в природе, проанализировать их закономерности в поисках ответа на наши вопросы. Какие примеры ядерных реакций синтеза мы знаем в природе и в окружающем нас термоядерный взрыв? Поскольку обещанных успехов в получении мирного термоядерного синтеза у физиков термоядерщиков нет на протяжении уже 70 лет и в обозримом будущем не предвидится рассмотреть термоядерный взрыв. Нам интересно, какой расклад по типам выделения энергии дефекта масс в этом процессе. Естественно, с учетом того, что сам по себе термоядерный взрыв не является чистым экспериментом, поскольку в нем используется в качестве детонатора обычный ядерный заряд нацепной реакции в делении тяжелых элементов. Для этого рассмотрим распределение энергии в высотных и космических термоядерных взрывах. Вот график. Распределение доли энергии ядерного взрыва по видам поражающих факторов, приходящих на его поражающих факторов в зависимости от высоты подрыва. Вот здесь от 0 до 100 км. Внизу нас не интересуют, нас интересуют высотные взрывы где-то в районе мезосферы где-то 50-70 км и выше. На высоте 60-80 км взрывной воды, воздушно-ударной волны уже где-то вот, начиная где-то с 50 км. То есть, чем выше, где основная энергия идет на ударную волну, где-то до 60-70% энергии взрыва идет на излучение. Обратите внимание, световое рентгеновское излучение, проникающая радиация и прочее, это можно не учитывать. Это от головки от детонатора деления. Это были высотные взрывы. Они идут так, наземные, воздушные, высотные. То есть, чем меньше атмосферы в окружающем пространстве, тем большая доля энергии взрыва идет на излучение. Это фото космических взрывов. Сейчас космические взрывы это взрывы на высоте выше 100 км. Сейчас маленький ролик будет показ космического взрыва. Там боеголовка 1,4 мегатонны. Сразу сделаю ремарку, что максимальная мощность ядерного заряда на реакциях деления была достигнута до 400 килотонн. Дальше шло бустерное усиление с включением термоядерных элементов. Здесь боеголовка в космическом взрыве была использована 1,4 мегатонн. То есть, это чисто термоядерный взрыв термоядерной реакции. Только 9 июля 1962 после трех удачных пусков наконец-то был осуществлен космический взрыв. Геннадий, а кто это взрывал? Американцы взрывали. Сейчас скажу. В каком году? В 62-м. 1,4 мегатонны взорвалась на высоте 400 километров, сделав этот взрыв самым сотным всех произведенных. Во время этой операции проводились и другие высотные космические взрывы, менее мощные на меньшей высоте, но не менее эффектные по своему целищу. Старчуш-прайм же вызвал мощнейший электромагнитный гибридж. Более сильный, чем изначально предсказывался. Это предыдуло к выводу строя действительно оборотов. Ну, то есть, космический взрыв вызывает мощнейший электромагнитный импульс. Значит, интересно распределение, то есть, интересна конфигурация вот этого электромагнитного импульса в воздушных, высотных и космических взрывах. Вот еще один ролик. По своей структуре Юка больше напоминал воздушный наземный взрыв. Так как его импульс излучения энергии был разделен на два пика растянутых во времени, что характерно для воздушного взрыва. Оранж был переходным между воздушным и высотным взрывом, так как его резкий пик излучения имел плавный спад. Тик можно считать высотным и отчасти космическим, а Starfish Prime космическим, так как и у первого и у второго вся энергия в безатмосферной среде излучилась в пиковые значения с резким спадом, то есть практически мгновенно. То есть, как видим, при космическом взрыве в безвоздушном пространстве у нас получается вот такое пиковое значение электромагнитного излучения. То есть реакции синтеза, основная энергия в реакциях синтеза, она концентрируется в электромагнитном импульсе. Это была программа Доминик и Аргус 1957-1962 год американцы проводили. Рассмотрим еще один трасприродный объект, в котором, по нашему мнению, идут низкоэнергетические ядерные реакции синтеза. Это объект Солнца. Вообще известно, что на Солнце идут термоядерные реакции протонного и углеродного звездного цикла, а также углеродного цикла. Согласно существующей современной науки представления температура в недрах Солнца составляет около 15 миллионов градусов, что вполне достаточно для протекания термоядерной реакции. Однако, внутри Солнца температуру никто никогда не мерил. А утверждение о 15 миллионах градусах в недрах Солнца было сделано путем простой экстраполяции на Солнце температуре внутри термоядерного взрыва. А вот температура на поверхности Солнца на границе фотосферы мерили неоднократно. Она составляет всего около 6 тысяч градусов. Вот вопрос, как может миллиарды лет сохраняться такой градиент температуры от 15 миллионов до 6 тысяч градусов. С учетом того, что Солнце на 90% состоит из самого теплопроводного элемента водорода, никто объяснить не может. Но самое интересное не это. Дело в том, что исходя из представлений, получается, что Солнце от центра к поверхности остывает. А куда девается энергия термоядерного синтеза непрерывно генерируемого в недрах Солнца. То есть мы имеем на поверхности светила энергетические барьеры в 6 тысяч градусов, которые продут термоядерные реакции в 15 миллионов градусов, преодолеть никак не могут. Тут же возникает вопрос, если на поверхности Солнца температура около 6 тысяч градусов, а при такой температуре термоядерные реакции идти не могут, то какие реакции идут на поверхности Солнца? Но 6 тысяч градусов Самоядерные реакции на границе фотосферы Солнца идти не могут, а энергетика процесса на Солнце соизмерим только с ядерным, то мы можем предположить, что на Солнце идут низкоэнергетические ядерные реакции. На Солнце идут холодные ядерные синцы. Более того, там идет синтез протонов. Ну, об этом в другой статье. Соответственно, все, что мы получаем от Солнца, электромагнитное излучение видимого спектра, то, что мы называем свет, Электромагнитное излучение инфракрасного спектра, то, что мы называем теплом от Солнца, которое согревает нашу планету. Электромагнитное излучение ультрафиолетового спектра, где мы загораем, потоки протонов, заряженные частицы, которые мы называем солнечным ветром, выброшенные с поверхности Солнца. Все это результат процессов холодного ядерного синтеза или низкоэнергетических ядерных реакций, миллиарды лет и дочек на Солнце. Более того, температура на поверхности всех известных звезд колеблется в пределах от 3 до 100 тысяч градусов. А нам говорят, что на всех звездах идет термоядерный синтез. Геннадий, переходите, пожалуйста, к выводам. Это выводы сейчас? Сейчас секундочку, и будут выводы. Да-да. Значит, вот эта температура в зависимости от свечения различных звезд. Максимальная температура Солнца 100 тысяч градусов. Вот график это тоже. Вот это спектр солнечного излучения. Вот 400 нанометров, 400 700 – это видимый. Меньше, значит, ниже у нас ультрафиолет, догораемый, справа инфракрасный. Заключение. В реакциях холодного ядерного синтеза, так же, как и в термоядерных реакциях, основная часть энергии дефекта масс выделяется в виде электромагнитного излучения различного спектра, выделяемая вновь созданными элементами. Ее преобразование в тепло происходит в результате взаимодействия электромагнитного излучения с окружающей средой. В ленреакциях нет осколков реакции отделения, уносящих генетическую энергию дефекта массу, как в термоядерном синтезе зоны реакции, и преобразующих ее в процессе движения в тепловую энергию окружающей среды. Странное излучение ввиду малой интенсивности вряд ли может быть источником тепловыделения. Спектр электромагнитного излучения зависит от температуры в зоне реакции. Чем выше температура в зоне реакции, тем больше спектр электромагнитного излучения смещается в высокое нейротическую область рентгеновского и гамма-излучения. Электромагнитное излучение имеет волновую природу. Считается, что в волне переносится энергия, а не масса. Если это волновое распространение энергии, то средой распространения волны может быть только эфир, пение ядерной жидкости, терминского уровня. Но это наша точка зрения. Возвращаясь к нашим земным экспериментам, к установкам колонн в ядеросинтезе, там Роси, Милса, Пархомова, Климова, Арата, там Гоба-Гриде. Для других мы можем сказать, что источником избыточного тепловыделения в экспериментах является то же самое, что мы получаем от Солнца. Электромагнитное излучение различных спектров. У меня время кончилось, да? Да, да. У меня есть вторая часть, но ладно. Большое спасибо за доклад, очень интересно. И я, по сути, с вами абсолютно согласен. И, вы знаете, когда-то был такой астрофизик, сейчас фамилия вылетела из головы, Амбурцумян. Я читал его популярную книжку, статью. Он написал потрясающе. Он написал, вы знаете, мы уже очень много знаем о звездах. Конечно, мы больше всего знаем о ближайших нам звезде, о Солнце. Мы знаем о нашем Солнце так много, чтобы понимать, что мы о нем не знаем ровным счетом ничего. Это были слова ученого. Это был настоящий ученый, который не боится признаться, что он… Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Цветков. Геннадий, у меня вопрос. У вас есть какие-то экспериментальные работы? У нас есть работы экспериментальные, но… Какой области, что именно конкретно? Мы делали, мы проводили, ну, то сказать, репликацию, то, что делал Росси. Ну, и ряд других экспериментальных работ. Ну, что значит… В разной степени успешности, конечно. Нет, они у вас в каком-то виде есть, нет? Скажите, на экране висит заставка. Ее можно убрать или нет? А что, не нравится? Спасибо за внимание. Да ко мне хотелось вопрос задать, наверное. Не знаю, как теперь мне задать. Я могу убрать презентацию просто. Нет, а почему вопрос, так сказать, с пионером связан? Да. Человек не может руку поднять. Научите его, как руку поднимать. Так, Александр Никитин, пожалуйста. Я, Лень, я вот Геннадию хочу сказать. Геннадий, значит, ваш доклад очень интересный, и поэтому вы не стесняйтесь, у нас же будет публикация, и вы там напишите то, мы опубликуем, то, чего вы не сказали в течение этих несчастных 20 минут. Поэтому не стесняйтесь, там будет, можно будет немножко расширить тематику и вторую часть вашу включить. Спасибо, я закончил. Да-да. Геннадий, мой вопрос. Вы забыли про нейтрино. От Солнца, от звезд очень большое излучение нейтрино. Как раз и мой доклад был про жиры сверхновой еще. Нейтрино считается гипотетической частицей, я не ошибаюсь. Я ошибаюсь. И это почему? Ее же регистрируют. Под землей, в огромных баках, через посредством каких-то других реакций. Нейтрино регистрируют, ну, скорее ли, в гигантских количествах, там можно обучиться. Я в таком успелении участвовал. Где можно увидеть, где можно зафиксировать эти нейтрино? Нейтрино – нейтрино, нейтрино – частица. Она проскакивает через землю насквозь. Огромное поток. Ну, в принципе, это Пауэлли придумал, как он сказал, нейтрончик или нейтрино, да? Значит, тогда, когда не смогли объяснить бухгалтерию в ядерных реакциях. Он сказал, ну вот, я придумал. С тех пор это… Нейтрино. Самостоятельность жизни. Я понимаю, что у некоторых нейтрино – это, как говорится, главный предмет исследования. Но я пока не вижу что-то… Насколько я понимаю, в вашей схеме, в вашей картине мира нейтрино нет. Как частицы нет. Есть что-то другое. Ну, спасибо. В общем, Нобелевскую коэн зря получил. Ну, красивый эксперимент сделали. За что? Дело в том, что нейтрино было введено для того, чтобы свести в бухгалтерию ядерных реакций. Нет, мы знаем историю физики неплохо. Я говорю про работу коэна по регистрации нейтрино, за которую совершенно справедливо, красивый эксперимент был выдан на Нобелевской апреле. Опять же, можно дать интерпретацию любого эксперимента. И такую, как Бозон Хиггса, например, за 10 миллиардов долларов надо было отчитаться. Значит, они по одному всплеску на приборов сказали, что это… Тут я с вами согласен. Тут Бозон Хиггса. Я точно так же считаю, что и про нейтрино можно сказать. Не знаю. Ну, не надо так говорить. Вы просто не знаете. Ну, как не знаю. Объясните мне, что такое нейтрино. Это же избыток энергии, который не могут объяснить. Леша, давай. Сейчас можем рассуждать. Доказали, что она… Надо дискуссию разводить. Ну, что это? Ну, что это за дискуссия? Моя точка зрения, у вас другая. Ладно. Да. Хорошо. Мы переходим к следующему докладу. Вопрос у меня был. Скажите, к какому виду излучения вы относите фоновое излучение? Реакции. К какому виду реакции? Наверное, электромагнитные. Смотря какое. Ну, это вот фоновое излучение, которое реликтовым называют. Реликтовый электромагнитный. Да, да, да. Ну, ясно. Точно так же, как предмет ядерных реакций в космическом пространстве. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое за доклад. Очень интересный доклад. Образный, я бы сказал. Очень образный. Следующий доклад Михаил Яковлевич Иванов. Физика конденсированной и неконденсированной материи с единым силовым полем, краткодействующим и додействующим взаимодействием. Я правильно прочитал? Пожалуйста. Спасибо большое. Мой доклад представление видно хорошо? Высвечивается? Хорошо видно, да, Михаил Иванович. Очень хорошо. Физика конденсированной и неконденсированной материи с единым силовым полем краткодействующих и дальнодействующих взаимодействий. Так, теперь как мне листать желательно? О, листает, листает. Все нормально. Листает, да? Да. Ну, содержание доклада. Здесь будут показаны эксперименты 21 века, которые противоречат стандартным моделям. Значит, показано, что можно оставаться в рамках гравитации Ньютона. При этом нет тех парадоксов, которые зазря Ньютону приписывают от его гравитационной теории. С помощью анализа размерности мы получим ряд характеристик, в частности, плазмную частоту, гравитационную частоту, массу частицы и ряд других параметров космоса. Здесь также с помощью теории размерности будет представлены и заряд, и длина вот таких частиц. Михаил Яковлевич, что-то случилось? Звук потерялся. Михаил Яковлевич, ответьте, потерялся звук. У него интернет зависит, скорее всего. Да, скорее всего. Это уже было тут вот с Бараном, такая же была история. Леонид Ребекович, ты меня слышишь? Ты куда-то тоже пропал, между прочим. Лень, включи звук, пожалуйста. Мы тебя тоже не видим и не слышим. Ты ушел куда-то? Так, друзья, ладно, тогда давайте сделаем так. Сейчас мы попробуем запустить следующий доклад. Так, Михаил Яковлевич, вернемся попозже. Вот его доклад тоже ушел. Следующий доклад у нас и в Рудской, куда-то делался. У него там тоже проблемы с интернетом, кстати, бывают. Возможно, так и есть. Константинов у нас тут есть, да? Есть, есть. Вы умеете вывешивать доклады? Попробую. Значит, давайте сначала. Он уже у вас должен быть на этом самом. Ах, он у меня на экране. А теперь что нажать? Доска сообщений, что ли? Нажать? Нет. Демонстрация экрана, зеленая кнопка. Зачем нам доска сообщений? Демонстрация экрана, зеленая кнопка внизу. Я нажал уже, открыл его. Дальше. Теперь вы видите свой экран у себя на экране. Мы его еще не видим. Выбер, выбер. Слушайте, вот. Опять Михаил Иванов запускается. А, все, извините, Станислав, возвращаемся. Михаил Яковлевич, слушаем вас, так? Михаил Яковлевич, включите микрофон. Михаил Яковлевич, микрофон включите. Мы вас не слышим. Микрофон включите. Он, видимо, совсем не слышит. Есть звук? Включен звук, нет? Да, Михаил Яковлевич, что-то произошло с интернетом. Пожалуйста. Да, это сбой интернета. Давайте не тянуть резину, это понятно. Давайте дальше продолжаем. Время идет. Кому-то ничего не произошло, так? Так, ну, слышно меня или... Все слышно и все видно. Продолжайте. Так, все хорошо. Материалы, которые будут вам доложены, рассматривают на основе гравитации Ньютона единое описание близкодействующих и дальнодействующих силовых полей с помощью стационарных случаев, с помощью уравнения для потенциала силового гравитационного поля. Здесь представлен Дебаевский радиус на оператор Лапласа от потенциала силового поля. Но вот в правой части этого уравнения стоит два синус гиперболических потенциала силового поля, которые позволяют как раз описывать и закон Ньютона, и закон Кулона, и дальнодействие, и близнодействие с единых позиций. Вот здесь представлено два примера для двумерного случая и для трехмерного случая распространения, распределения потенциала. Это численные расчеты, основанные на указанном уравнении. В этом случае те парадоксы, которые приписываются Ньютоновской гравитации, отсутствуют, потому что и парадокс Зея Лигера, и парадокс Бентли, Неймана, дельта функции, они отсутствуют, полностью нам удается описать с помощью указанного уравнения стационарные силовые гравитационные поля. Я продолжу. Должно листаться у меня, к сожалению. К сожалению, не листается. А, нет, вот перелисталось. Это был вариант, предварительный вариант указанной работы, был доложен летом на конференции 24-й по конденсированной и неконденсированной материи. И в плане конденсированного вещества рассматривает свое вещество, состоящее из атомов и молекул, включая обычную козообразную среду и кладку. Любая другая среда, заполняющая собранное пространство между молекулами, это как раз неконденсированная материя. Это физический вакуум, это эфирная среда, это темная материя. Это все в таком понятии неконденсированная материя, которая имеет температуру близко к 3 градусам Кельвина. Но вот надо отметить, что удалось соединение, опять же пишется мне, что неустойчивое соединение. Удалось ряд материалов показать на семинаре Бычкова 17 ноября прошлого года, и поэтому некоторые вещи уже, так сказать, слушателям знакомы. Я рассмотрю более подробно унифицированные законы Гуга-Ньютона-Кулона, который описывается с помощью указанного соотношения и позволяет правильно учитывать эффекты близкодействия и дальнодействия. При этом мне придется повторить, что зазря Эйнштейн и Десситтер, которые показаны в правом верхнем углу, обсуждающие вопросы гравитации, они несколько критиковали зазря Ньютона, потому что если правильно описать уравнение гравитации Ньютона с правильной правой частью, не как вот здесь представлено 4П, значит, гравитационная постоянная на плотность распределенную, а писать с правильной правой частью, то мы не получаем в этом случае никаких правильных, и можно опять встать на позиции классической физики, рассматривать гравитацию Ньютона как основную. Мы продолжим, так сказать, некоторые идеи в нашей работе, которые были высказаны. Вот здесь присутствуют три, так сказать, хорошо известных нашей компании, нашему сообществу, Матюковский, Буртаев и Рыков. И вот ряд идей, они как раз опираются на указанные, так сказать, работы этих авторов. Но научно-технические достижения 21 века не позволяют действительно считать теоретическую физику достаточно завершенной, в связи с полученными новыми результатами. Однако рассмотрение с единых позиций гравитации Ньютона позволяет все ставить на свои места. При этом мне бы хотелось отметить следующее, что мы опираемся на 10 основных положений и законов в основе работы. Это абсолютно независимые координаты, как время абсолютное, так и три координаты, обычные эйлеровые координаты. Инвариантность Галилея, закон Гука, закон Ньютона, уравнение Эйлера и закон о сохранении. С единых позиций описывается и закон Ньютона, и закон Кулона. В этом случае при линеризации мы переходим к уравнению Даламбера, но это из уравнения Максвелла следует. Основываемся на термодинамике при записи законов сохранения Клаудиуса. Но при этом, конечно, кинетическая теория Больстана и принцип Максвелла считаются справедливыми. Ну и 10 пункт – это, что благодаря правилу Лопиталя мы можем проходить особые точки, вот типа, так сказать, входа в черную дыру и выхода. И, так сказать, функции влияния учитывают влияние дальнодействия и оправдывают принцип Маха. Вот эти основные особенности, которые заложены в данную работу. Из теории размерности можно получить при заданной температуре 3 градуса и известной скорости распространения света получить теорией размерности массу частицы. Просто здесь формула размерности написана и масса частицы темной материи и частицы физического вакуума получается 5,6 на 10 минус 40 килограмма. Если мы возьмем среднюю плотность вещества во Вселенной, известную четко определенную, вот типа 0,5 на 10 минус 27 килограмм на метр в кубе, мы можем из теории размерности получить гравитационную частоту, вот здесь представленную, аналогично полностью, как плазменная частота получается. Но при этом следует и плазменный период, получается, и характерный размер вот нашей Вселенной, равный как раз сегодняшнему оцененному размеру. Надо подчеркнуть, что первые публикации вот такого подхода были изложены в 92-м году физические мысли о России и можно ссылаться на указанные работы. Также по поводу вот теории классической темной материи были еще в конце прошлого века сделаны доклады и опубликованы в математическом моделировании указанные результаты. Сейчас я хотел бы перейти вот к экспериментальным данным нашего уже 21-го века. Большое число есть зафиксированных сверхсветовых струй, движения, среди и излучения с помощью большой сверхсветовой скорости. То есть для галактики М87 результаты. Также есть ряд публикаций по другим галактикам здесь представлены ряд снимков и можно опираясь на механику сплошной среды рассчитывать вот в частности пример расчета вот такой сверхсветовой струи из черной дыры представлено на указанном слайде. Публикации, на которые мы опираемся, это публикации по детектированию сверхсветового движения вот в галактике М87 публикации последние там 19-го года. Дополнительно здесь представлена публикация, где скорость достигала порядка 30 величин скорости света и эти публикации как раз и позволяют опираться на действительно физику Галилея, физику Ньютона, на классическую физику и моделировать вот такого типа движения. Аналогично известные опыты, полученные на Большом Андронном коллайдере, где открыто порядка 60 новых элементарных частиц, не вписывающихся в теорию, стандартную теорию прошлого 20-го века. Если оценивать с помощью такого похода давление внутри протона, то это давление соответствует 10 в 35-й паскаля и экспериментам 18-го года в статье, опубликованном Буркета и соавторов. Вот эти материалы нам и позволяют являться подтверждением предложенной теории. В частности, интересное превращение протона на Большом Андронном коллайдере, который фигурирует. Здесь представлено как при наличии скорости протона меняется его внутренняя структура и такого типа рассматривается сейчас структура протона при его движении. Некоторые элементы данной теории взяты из струнной теории, когда мы можем представлять ряд элементов физического вакуума в виде такого струйных частиц. Уравнение, которое в данном случае получено и оправдывает гравитацию Ньютона, представлено на этом слайде, позволяет для дальней действия фактически переходить к принципу Маха, когда его характеристики определяются и удаленными на большом расстоянии телами. Вот этот принцип Маха также следует узор типа отношения для стационарных картинок. Если мы будем рассматривать нестационарное движение вот такого физического вакуума, то в этом случае мы используем основные законы сохранения массы импульса и энергии и при наличии электромагнитного взаимодействия мы из этих уравнений получаем данное уравнение. Вот это основная вещь, которая положена в основу. Но при этом мне бы хотелось подчеркнуть следующее, что данная модель близка все-таки к модели Максвелла для физического вакуума и представляет собой газодинамическую теорию физического вакуума, основанную на такого типа элементарного диполя. Здесь удается рассматривать и поляризацию электронной и вакуумной среды, также удается с помощью указанного уравнения и дебаевского экранирования моделировать распределение потенциала и внутри конденсаторов и вот при взаимодействии гравитационных двух тел. Вот здесь представлен выбор соответствующих соотношений, когда градиент электрического потенциала уравновешивается градиентом газодинамического давления среды. Вот это уравновешивание и приводит к наличию в правой части гиперболического синуса. Также представлен ряд примеров в данном случае. Ну вот я представлю пример распределения потенциала в конденсаторе. У вас осталось 5 минут. Я за 5 минут, ну 3 минуты закончу. Распределение при заряде одинаковом обклада конденсатора. Далее можно рассматривать также и движение в окрестности воронок черных дыр. При этом удается с помощью правил Лопиталя проходить горизонт черных дыр. И в этом случае мы с помощью классической теории можем рассматривать движение струй из центров галактик и квазеров. Ну вот это основные материалы. Я приведу также несколько расчетов с помощью галактики вот величины массы физического вакуума и перейду теперь вот к оценке как связано гравитация и зарядом что каждое гравитирующее тело с помощью соотношения двух констант гравитационных постоянных и электрических постоянных пересчитывать можно любую величину гравитирующей массы в соответствующий заряд. И поэтому перейти к единому описанию законов Кулона и закона Ньютона. Но мы заканчивая просто представим может с единых позиций рассматривать в этом случае электромагнитное гравитационное и взаимодействие сильное и слабое взаимодействие вот в этой табличке приведено и переходя к выводам надо подчеркнуть что вывод этого уравнения основан на том классическая гравитация рассматривается как остаточное кулоновское взаимодействие сосредоточенное в узлах брионной материи вне радиуса тронирования Дебая Гюкеля с применением струнной теории для физического вакуума удается описывать все эффекты о которых шла речь спасибо за внимание Большое вопросы за доклад теперь краткое замечание все-таки на мой взгляд большинство делает одну и ту же ошибку нельзя 50 слайдов донести до людей за 20 минут невозможно потрясающая презентация гигантский труд просто даже тому презентацию сделано очень все широко но понимаете на мой взгляд я честно пытался так сказать ухватить собственно говоря всю эту вещь но невозможно очень много материала лучше было бы чуть меньше намного меньше но детально чтобы мы понимали о чем идет речь конечно же вот внешняя зависимость схожесть уравнения Кулона и Ньютона очень многих так сказать двигать на то чтобы попытаться единым образом это описать это вот такая классика и вот из презентации на мой взгляд не видно из доклада насколько это все-таки удалось так много может это и удалось я не знаю но вот просто так много что невозможно воспринять ну по крайней мере мне ну спасибо вопросы Михаил Яковлевич да пожалуйста да пожалуйста да Владислав Миркин у меня такой вопрос вот когда вы говорили о неконденсированной материи или среде вы перечислили эти виды материи там физический вакуум темная материя темная энергия да эфир и вот правильно ли я вас понял что под каждый вид взаимодействия существует своя особая среда или же все-таки есть какая-то единая среда которая проявляется в каждом конкретном случае по-своему вот это единая спасибо за вопрос это единая среда неконденсированной материи единая среда и только в зависимости от концентрации этой среды вот я здесь представляю специально вот 41 слайд где предпоследняя колонка показана что слабое и сильное взаимодействие отличается только концентрацией среды значит 10 57 степени это для сильных взаимодействий это 10 35 и другая величина концентрации ну например для чистого вакуума концентрация весьма небольшая она здесь представлена и в этом случае мы фактически единой средой описываем и сильное и слабое электромагнитное взаимодействие то есть это единая среда свободная от барионной материи а кто же управляет этой средой мне сейчас хочется слабой электромагнитное взаимодействие управляет указанной средой это чисто электромагнитное взаимодействие и в выводах было еще раз я приведу что управляет этой средой кулоновское взаимодействие в стационарном случае в не стационарном случае мы переходим к уравнению Максвелла к уравнению ну следует из законов сохранения уравнения Даламбера. Это нестационарный случай с Лампунчиной. Управляет чисто электростатическое взаимодействие. Вы удовлетворены? Я, конечно, вопросом удовлетворен, не удовлетворен тем, что я понимаю в этой ситуации. Окей, но не важно. Спасибо. Следующий Евгений Егоров. Евгений, ваш вопрос. Докладчик. У него там глубокая ночь уже. Давай к следующему. Он заснул уже. И вот Дмитрий Баранов. Микрофон. Дмитрий, включите микрофон. Михаил Яковлевич, вы определили массу частиц съемной материи. Вы определили ее в килограммах. Слушайте, в электронвольтах бы хотелось, потому что килограмм... 3 на 10 электронвольт. Еще раз. 3,4 на 10 минус 4 электронвольта. Спасибо. Это замечательно. Это масса нейтрино, скорее всего. Ну, не совсем. Нейтрино оценивается меньшей массой. Здесь для данной материи, вот я указал 3 на 10 минус 4 электронвольта, а нейтрино на несколько порядков меньше. Интересно. Оценка... Нейтрино с точки зрения данной теории, нейтрино это солитон. Это солитон, это не, так сказать, частицы, это волна, состоящая из указанных частиц. Вот теперь у меня уже вопрос к докладчику. Я вот второй раз за эту сессию слышал про солитоны. Я не знаю, те, кто хорошо ли понимают, чем солитон отличается от обычной волны. Чтобы образовался солитон, должно быть обязательно два условия. Должна быть дисперсия и нелинейность. И вот уравновешивание этих двух обстоятельств позволяет сформироваться солитон. Поэтому здесь тогда, если вы говорите солитон, то на мой взгляд надо было пускать, что есть эти два обстоятельства, потому что иначе солитон не образуется. Спасибо. Я объясню, как образуется солитон. Здесь действительно два взаимодействия. Дисперсия, которая определена электромагнитным полем, дисперсия и нелинейность. Обязательно нелинейные эффекты должны присутствовать в солитоне. Но опрокидывание солитона, как ударной волны, в данном случае дисперсия запрещает. И у нас получается изолированная волна, это и есть солитон. Стандартный солитон, который в данном случае с помощью наличия поля давления и электромагнитного поля полняет известную гидродинамику. Солитонного движения в плазме. Это плазменные солитоны Сагдеева, Басова, Сагдеева, хорошо известные солитоны экспериментально наглядные. Поэтому спасибо за ваш вопрос. Очень просто данный ответ дается по солитонам. Хорошо, ответ получен. У нас остался на этой сессии последний доклад «Ядерное превращение и тоннельные эффекты» Константинова. Да, я готов. Отлично. Михаил Яковлевич, доклад свой снимите, пожалуйста. Спасибо за доклад, очень интересный. Здорово. Ну, ту мач. Слишком много информации. Можем начинать, да? Да. Значит, уважаемые коллеги, в докладе представлены новые виды ядерных превращений, не признанных современной ядерной наукой, но обнаруженных экспериментальных и представлены действующие установки управляемых холодной ядерной осенью. Скрыта роль физического вакуума в реакциях с учетом катализатора. Рассмотрена возможность протекания холодного ядерного синтеза в межзвездной среде, результатом которого является появление теплового фонового излучения Вселенной в микроволновом диапазоне от 10 гигаберц до 30 цельюля. Дана физическое объяснение тонального эффекта, но это общий обзор. Дальше значит синтез ядер при холодном ядерном просмутациях происходит при энергиях нескольких коллекционов вольт и не идет ни в какое сравнение с энергиями ядерных реакций от единиц до сотен миллионов коллекционов вольт. Ядерщики привыкли к этому диапазону энергии ядерных реакциях. Именно это обстоятельство позволяет им априори отвергать какие-либо ядерные процессы в биологии, так как при таких энергиях осколков будет происходить разрушение десятков и сотен тысяч сложных биологических молекул. Но это справедливо только для реакции деления, а для синтеза новых ядер такие препятствия имели. Когда французский ученый Луи Кэр Вран опубликовал книгу о ядерных транспортациях в биологии, известный физик Карл Саган посоветовал Австрору почитать элементарно учебник по ядерной физике. А когда первый создатель технологии теплового ядерного синтеза инженер Иван Степанович Филимоненко в 1957 1950 создал чистую термоэлектронную установку ТГУ для синтеза гелия из дейтерии при температуре 1150 градусов, Российская Академия наук сделала вид, что не заметила этого открытия. Она еще 60 лет продолжала вкладывать огромные средства в термоядерные установки проекта Токамар. Пока в 2021 году Тихон не прикрыла этот проект. Зато в 1989 году Мартин Флешман и Стэнли Понс, которые еще будущие граждане УССР состояли экспертами по новейшим советским термоэмиссионным ядерным установкам и по долгу службы должен был знать о работах Филимоненко, объявили о том, что им удалось заставить дейтери превратиться в гелий при комнатной температуре в приборе для электролиза тяжелой водой. Как и Филимоненко, Флешман и Понс использовали электроды, сделанные из палладия. Палладия отличается удивительной способностью впитывать в себя большое количество водорода и дейтерии. Число атомов дейтери в палладиевой плазме может сравниться с числом атомов самого палладия. В своем эксперименте физики использовали электроды предварительно насыщенные дейтериами. При прохождении электрического тока через тяжелую воду образовывались положительно заряженные ионы дейтерии, которые под действием сил электростатического придержения устремлялись к отрицательно заряженному электроду и проникали на воду. При этом, как были уверены экспериментаторы, они сближались с уже находящимися в электродах на расстояние, достаточное для протекания реакции ядерного синтеза. Доказательством протекания реакции стало выделение энергии в данном случае и увеличение температуры воды и регистрация потока нейтрона. был обнаружен избиток тепла по сравнению с подводимой электрической энергией, которая в ряде случаев превосходила ее в несколько раз. В среднем составлял порядка 10 ватт на сантиметр и мог поддерживаться в течение 100 часов работы, за время которой высвобождалась до 4 мегаджонт метра энергии. Дозимов показывал наличие потока нейтронов, интенсивность которого согласуется с интенсивностью гамма-излучения и превышает 3 раза в пункт. Накопление третьей в электролите свидетельствует о протекании ядерной реакции. Сообщение физиков вызвало бурную реакцию сообщества. Физики пытались перепроверить, но оказалось результаты нестабильны. Директор программы реакции горючего ядерного синтеза НК и профессор Рональд Паркер стал одним из первых критиков холодного синтеза. На первой странице газеты Хорстон Геральт от 1 мая Хьюстонда Геральт обвинил флешмара японцев в мошенничестве и оплонаучном шарлатанстве. Это и стало призывом к научному сообществу к войне против холодного синтеза. однако сегодня Соединенные Штаты Америки в законе национальной обороны отвечают комитет осведомлен о недавних позитивных событиях в развитии низкоэлектрических ядерных реакций, которые производят ультра-чистую, недорогую, возобновляемую энергию, которая будет иметь сильные последствия для национальной безопасности. В качестве примера можем привести реакцию ЕК Атанглоросии. В реакции в системе представленной саблокерамическую трубу, заполненной порошком и телек, помещенном под давлением с водородом, при наличии электрического тока происходит нагревание с выделением и меди несколько рабочим, чем потребляется. Мощность энерговыделения составляла 2 мегаватт. Таким образом, энерговыделение ВЭЛа на установке РОСИ примерно в 50 раз оказалось выше, чем в современных ядерных реакциях. В реакторе ЕК протоны при пропускании электрического тока приобретают избыточную энергию. В процессе многократных соударений со степками каверн размером десятки ангстрен зернах в микеле. Анализ показал, что первоначальное утверждение о превращении никеля в мик не соответствует действительности. На практике установка РОСИ это превращение никеля 58-60-61 в никель 62, а также лития-6 в никель-7. Эффект выделения избыточного тепла подобно установке ЛЕКАТ наблюдался в удивительных экспериментах Сангина и Барабошкина еще в 94-м году. Они использовали особую протонопроводящую терамику, которая при пропускании электрического тока оказалась способна генерировать тепловую энергию в тысячи раз больше, чем затраченная энергия. Однако радиации ядерных фрагментов обнаружено не было. Чтобы исключить реакцию ядерного синтеза типа ДПСБ, Сангин заменил при изготовлении терамиды тяжелый водород на обычный. Если бы эффект такого громадного выделения энергии был связан с реакцией ДПСБ, то все аномальные тепловые эффекты исчезли, но они остались. Было один вывод сделан, что ядерные реакции здесь не причем. Эксперименты наших ученых были заложены на 4-й международной конференции по холодному синтезу ПАЛО-АЛЬТО США в 19-й годах. При пропускании электрического тока в узких коверах, возникающих в токопроводящем нейронах при ее лобжике протоны приобретают опять же избыточную энергию при их шеддарении. Профессор Лев Сапутин объяснил избыток энергии в реакторе ЕКАС Англия Россия и эксперимент Сорбина с позиции унитарной квантовой теории, рассматривая движение протонов в ковернах, аналогичная осцилляция электронов потенциальных ян. Нарушение закона сохранения энергии, наблюдаемого в рассмотрении требует пересмотра планковой рецидии. Абсолютно такая же картина происходит с азотом при производстве аммиакра. Ну вот изображена осцилляция молекулы азота в ограниченной потенциальной янке. Молекула азота при обычных условиях почти инертный газ и он вступит в реакцию с водородом только в атомарном состоянии. Но чтобы сделать молекулярный азот атомарный необходима большая энергия. Происходит это так. Каверна катализатор, в качестве которого выступает нагретый за 500 градусов гранулы магнетита с добавками оксидов алюминия, калия, кальция и хлебния попадает под давлением молекулы азота. Вот она попала. В результате из каверна вылетают два свободных атома азота, которые тут же соединяются с потонами. Кстати, это универсальный единственный механизм всех гетерогенных католических реакций. Синтез аммиака из азота и водорода описывается обратимой равновесной реакцией, протекающей с уменьшением объема и выделением тепла. Имеются удивительные данные по разложению на металлических катализаторах сероводорода с выделением тепла. Реакции не требуют затрат энергии, но ведь это прямое нарушение закона сохранения энергии с точки зрения химической термодинамики. Катализатор по современным определениям не вносит дополнительную энергию в процесс, который он катализирует. Однако практика показывает, что катализатор вносит дополнительную энергию. Единственное разумное объяснение этому признает, этому является признание влияния окружающей среды физического вакуума на необратимые процессы неравновесных систем. Правда, лауреат Нобелевской премии Илья Прикожин, когда заявлял, вакууме в устойчивом состоянии активное влияние вне на систему незначительное, но может иметь большое значение, когда система переходит в неравновесное состояние. Таким образом, в узких кавернах неравновесные частицы черпают энергию из окружающей среды физического вакуума. Вакуум представляет собой мировое поле суперпозиция осциллятора с континиумом частотой. Революция динамических систем поле частиц вплоть до самоорганизации модели обусловлена существованием резонансов между степенями свободы. К такому выводу пришли Прикожин и Стенберг в своей монографии «Время хороства». Они возродили идею Тесла о теории глобального резонанса. Но если у Тесла резонансная теория рождения материи в эфире опиралась на интуицию гениального экспериментатора, то у Прикожина эта теория обрела строгие математические формы. Доказательства конкары неинтегрированности динамических систем и теория резонансных траекторий Толмогорова Арнольда Мозера позволили Прикожину сделать вывод о том, что механизм резонансного взаимодействия частиц в больших системах является обязательной. Илья Прикожин пишет, если бы системы были бы интегрированы, то для когерентности и самореализации просто не было бы места, так как все динамические движения были бы по существу изоморфными движениями свободных не взаимодействиями частиц. К счастью, в природе БСП преобладает над другими системами. Если резонансов много, хотя бы два, возникает сложная картина движения частиц за их взаимодействием. Теперь в зависимости от фазы возмущения частица может либо продвинуться дальше в область следующего резонанса и в конечном счете покинуть яму, приобретя дополнительную движение, либо вернуться назад. Это состояние системы называется перекрытием резонанса. Природа предлагает человечеству различные варианты ядерного синтеза. С одной стороны, это неуправляемый термоядерный синтез, реализующийся в небе солнца и сопровождающийся коронарными выбросами, пагубно влияющими на все живое на планете. А с другой стороны, тепловое излучение Вселенной реализуется в виде холодного ядерного синтеза в межзвездной среде. Обнаруженное тепловое фоновое излучение Вселенной в микроволновом диапазоне от 10 до 30 кругов получило в астрофизике недостаточно обоснованное название реликтового. Это может быть процесс холодного ядерного синтеза. происходящий в сплошной космической среде с выделением энергии, достаточной для повышения температуры Вселенной в 7 рц. Дальнейшее развитие теории сверхтекучих средств позволило рассматривать фазовые переходы в модели физического вакуума аналогично фазовым переходам в сверхтекучем гелии 3B Людмилы Ляда. Людмила Болдырева значительно расширила аналогию между свойствами гелии 3B и темной материи и энергии на которые приходится по данным телескопа планка 95% вещества Вселенной. Фазовое состояние плантового вакуума характеризующего темную энергию рассматривается сверхтекучим космологической модели плантового вакуума как аналог сверхпроводящей альфа-фазы гелии 3B. При этом предполагается что темная материя может рассматриваться как аналог спонтанно ферромагнитной ферромагнитной феррофазы гелии 3B образовавшейся в сильных гравитационных и электромагнитных полях галактика черных дыр и приобретшей гравитационные свойства с увеличением массы и плотности темной дыр. В свою очередь в чудовищных гравитационных полях черных дыр она сама может порождать большинство темной материи. Таким образом происходит круговорот материи во вселенной. Международная группа астрономов под общим руководством Сильнии Гарбер из Цюрихского университета Извините у вас осталось пять минут. Хорошо постараюсь выложиться. В 2019 году провела моделирование различных возможностей для распределения темной материи в окрестностях Солнца. В своих расчетах для определения плотности темной материи в окрестностях Солнечной системы они использовали новые данные от динамики двух тысяч оранжевых карликов спектрокласса К ближайший к нашей известной. Расчеты показали, что плотность темной материи в окрестностях Солнца составляет 0,022 массы Солнца на кубический порсет или плотность 12 на 10 минус 25 грамм на сантиметр кубический. А плотность барионной материи в той же области составляет 0,098 солнечной массы на кубический порсет что равно 50 на 10 минус 25 то есть они одного порядка плотность темной энергии в межгалактической среде именно там она находится сегодня измерена с точностью до нескольких процентов ну равняется 0,721 на 10 минус 29 грамм на сантиметр кубический как установили новейшие исследования проведенные поведение темной материи аналогично поведение атомов в конденсате Боза-Эйнштейна в квантовое пятое состояние полученном при температуре материи близко к абсолютному нулю Цельсию в июне 20 конденсат Боза-Эйнштейна удалось создать на МКС только там удалось создать все условия для появления квантового пятого состояния в течение нескольких секунд но этого оказалось достаточно чтобы ученые получили представление как именно перемещается темная материя и почему она не может ее видеть и почувствовать рисунок так далее находите к выводам пожалуйста хорошо сейчас последним именно в такой межзвездной среде протекает холодно-ядерный синтез позволяющий создать тепловое излучение при облучении вакуума сторонними гамма-плантами вакуум должен трансформироваться веществ при этом он будет присутствовать указанное и выше 5 видов излучения а также будет выделяться высокая энергетемпература сегодня с созданием самого крупного космического телескопа Джеймс Лэд у астрофизиков появилась возможность заглянуть в глубину Вселенной возрастом 13 миллиардов лет в инфокрасном диапазоне и там они не увидели ожидаемую картину большого взрыва астрофизики в панике в июле 22 года большой группой астрофизиков была опубликована статья которая так и называлась по новейшим астрофизическим данным количество мелких галактик и их расположение в глубине Вселенной возрастом 13 миллиардов не соответствует ожидаемой картине большого астрофизики склоняются к мысли что Вселенная существует всегда и большой взрыв вместе с сингулярностью ненаучной фантазии исходя из последних видов выводов астрофизики природа фонового излучения открытого в 65-м году Пензерсом и Вейсином не может быть реликтовой а значит гипотеза холодным ядером синтези в космической среде приобретает научный статус ну я спасибо за внимание я конечно успеваю всего до доброго микрофон микрофон не включен да да Владислав Миркин хочет задать вопрос я в некотором недоумении дело в том что вы сказали что в генераторе Росси происходит превращение одного изотопа никеля в другой и больше ничего ну там литий тоже а раньше были сообщения о том что при этом появлялось железо и появлялась медь да да значит это вещи которые так сказать ну миновать нельзя вот они лежат то есть если говорили о том что есть железо и медь то значит они были найдены так куда они делись вот какому из этих экспериментов можно доверять я вам скажу что я даю сообщение которое было получено после 30 дневных испытаний этого генератора Росси именно там было сказано что ошибочным было превращение значит указано ранее ранее указанное превращение никеля в медь поэтому то что получил прочел то я вам и закладываю нет просто мне непонятно вот вот железо и это железо медь это медь раз они лежат в коробочке значит их можно в любом случае вот после испытаний было такое заявлено со стороны Руси ну не важно хорошо я больше ничего не могу вам добавить понятно хорошо еще вопросы есть докладчиков ну вот тогда у меня такое небольшое замечание мы укладываемся я не очень понимаю почему астрофизики написали вот паника статью назвали на мой взгляд никакой паники быть не должно все-таки наука как мы ее понимаем или по крайней мере я занимается достаточно узким классом воспроизводимых явлений те же явления которые невоспроизводимы это не значит что они не существуют они просто выходят из-под научного рассмотрения вот в частности факт каждого из нас рождения он невоспроизводим но никто же из нас не будет утверждать что он не существует точно так же в теории большого взрыва это единичное событие если встать на эту теорию поэтому она всегда будет носить ранг гипотезы ну ничего страшного в этом нет вот гипотеза сегодня одна завтра другая я не вижу вот здесь катастрофы просто данные нового телескопа дали новую причину разговора это я понимаю я катастрофы не вижу это уже рушится цепочка и диссертация вы что говорите автором статьи да да ну просто это всегда будет носить ранг гипотезы теория большого взрыва либо будет заменена другой гипотеза да гипотеза такая но она была господствующая теперь она не стала конечно да вот Виталий Лазаревич Гинсбург он прям вот стоял как будто бы сам был очевидцем да просто да я понимал что он человек в возрасте но не до такой же степени хорошо спасибо вам большое за ваш доклад теперь я хотел бы задать вопрос нашему ведущему в облаках да Валерия Валера дальше у нас какая программа я я тебя там высылал ты наверное не обратил внимания там у нас три доклада вот обратил мы делаем перерыв или идем нет какой перерыв ты что мы немедленно работаем а перерыв у нас потом 30 минут должны три доклада заслушать по-быстрому и все хорошо значит просьба к докладчикам 10 минут не надо 60 слайдов пытаться уложить 10 минут не сумеете это теоретически невозможно итак первый доклад кто первый ну бакуумцев первый значит вот бакуумцев хорошо пожалуйста я буду демонстрировать слайды потому что он это не умеет делать вот и значит вот я буду он будет говорить а я буду компьютером работать так отлично вот бакуумцев он был же тут где-то куда-то девался значит вот уже пропал то есть он не хочет не только показывать но он ищет переговорить не хочет ну да почему-то вот он взял и пропал так тогда может быть давайте вот это вот ЕМЦ3 это что означает это вот он сейчас это расскажет потому что вот эти доклады которые которые Леня вот смотри вот эти доклады которые мы отвергли ну не отвергли перенесли их в особую в особый раздел нашей конференции вот они потом мы голосовали и ты кстати голосовал за чтобы я абсолютно не снимаю с себя ответственности нет я просто говорю что это мы все в этом участке я тоже заголосовал вот чтобы все-таки людям дать возможность рассказать чего же они тут придумали потому что коллективный разум это великая вещь вот эти доклады мы проголосовали и мы теперь в ходе быстрого такого значит вот какого-то обзора должны будем посмотреть ну вот куда-то он девался так этот Бакумцев тогда может быть давайте следующее вот этот может быть его подвесим этого Бакумцева так вот а следующий у нас Чибисов корпускулярная теория всего вот Чибисов есть я готов тогда пожалуйста вашу презентацию и коротко 10 минут Леонид Ирбекович ведущий так сейчас немножко разберусь как ее запускать нажал демонстрацию да вы ее она уже она уже у вас запущена на компьютере демонстрация запущена на компьютере на вашем компьютере она запущена запустил да вот теперь нажмите теперь вы ее подвесьте как бы значит ну вернее на первый план чтобы вышла вышел зумовский экран зумовский экран на первый план вышел чтобы вы понимали отличие на зумовском экране вы сейчас должны Виктора Чибисова видеть свое лицо должны видеть я вижу нажимаю демонстрация экрана нажимаете там увидите вот тот скрывшийся этот самый демонстрацию которую вы говорили что вы запустили и там на нее нажимаете и поделиться там и кнопочка поделиться будет к сожалению я ее пока не вижу говорят что она где-то слева слева синенькая в правом углу синенькая в правом углу синенькая в правом углу вот синенькая в правом углу ищите ищите окна нет ищите ее синенькая в правом углу если ее вы не видите тогда своими словами пожалуйста потому что у нас времени нет учиться надо было потренироваться каким-то образом пораньше вы человек молодой сравнительно могли бы научиться очень молодой но на взгляд в общем она может быть внизу там а вот она вот давайте на нее да нет сейчас вот увидели вашу презентацию молодец начинайте так значит как убрать вот эти так убрал название корпус кулярно-симпальная теория к ст состоит из двух связанных теорий симпальная прионная модель образования строения эволюции материи ст корпус кулярная модель квантового пространства к ты строго говоря ст является следствием к ты но ст родилась хронологически первые соответствии с принципом от известного к неизвестному применительно к ст идея прионов конкретизирована моделью их образования путем растяжки электрических вихрей виртуальных фотонов мощным кратковременным магнитным полем вихре спирали и сворачивание последних вихре бублики типа анаполия зельдовича в отличие от анаполия зельдовича мы подметили что при сворачивании вихра спирали вихрь бублик в нем образуется дополнительная зиму тайный электрический вихрь придающий бубликам магнитный момент и электрический заряд в взаимодействии староидальными электрическими виками учитывая то данным вихрем бублика мы дали отдельное название симплы простейшие вторую моделью к ст является вот извини я вот вторгаюсь твою область виктор тут вот есть такие термины она пор при он они такие не общеизвестные поэтому коротенько в двух продолжениях что это такое довольно известная вещь но на пользе льдовича это вот такая терроридальная значит структура внутри которой крутится магнитный вихрь а значит по терроридальной поверхности электрические вихри получается что по правилу буравчика они генерируют друг друга и такой агрегат может существовать вечно это по как бы теории зельдович единственное что вот у нас отличие это при разложении вот спирали сворачивание в бублик должен образоваться еще азимутальный элемент электрического вихря вот здесь он изображен вот это вот окружностью и именно вот этот азимутальный вихрь придает такому дублику бублику магнитный момент и электрический заряд во взаимодействии староидальными вихрями но это отдельный момент если успею я о нем расскажу значит вторая модель это модель квантового пространства соответствии с ней квантами пространства являются слабо взаимодействующие квадро пульта на и карпускулы состоящие из двух связанных элементарных вихрей планковского размера генеалогически родственных но нетождественных связанным электрическим и магнитным вихрем взаимно генерирующим друг друга в бесконечном циклическом процессе с циклом равным элементарному тику времени такие карпусковые пространства с полным правом можно назвать квантами пространство времени вот здесь изображена условно изображен условно значит карпускула пространство этого два связанных вихре электрические и магнитные которые периодически переходят друг в друга первоначально симплы имели непрерывный спектр длин которые укорачиваются до пяти резонансных длин соответствующий пяти стабильным частицам это тау нейтрина мю нейтрина электрон д и у кварки два длинных это тау и мю сворачивается в бублике три коротких остаются симплами спиралями им не хватает длины значит вот модели образования основных частиц у кварк это 4 симпла у д кварк это 27 плоды вот здесь таблицы представлены параметры всех этих символ значит мю и тау нейтрина образуется это сдвоенный бублик положительные отрицательные выровненные по магнитному моменту электрон это дайте мне слово слушаю алло я могу продолжать простите вы опоздали уже надо следить было внимательнее не мешайте пока дадим вам слово 6 симплов е свернутые в бублик но он не может образоваться в симпольный пластик как там высокая температура слишком длинный получается блок он образуется при распаде реликтовых нейтронов вот здесь изображена схема образования реликтовых нейтронов это кварку одевает на себя магнитными моментами 21 20 то у них кварк д это значит одевает на себя 20 мюнитрина он немножко короче и 20 того нетрина дальше три таких бикоксиальных блока электрически нейтральных в сумме это кварку и значит q2 кварка d объединяются вот такой тарообразный агрегат который стягивается обручем из трех кварков с небольшими зазорами равными толщине симпла всего такой агрегат содержит 60 тау нейтрина 61 мюнитрина у кварки 2d кварка протоны таким образом образоваться не могут геометрически поскольку 62 мюнитрина не могут разместиться поверх 60 тау нейтрина протоны образуются путем распада реликтовых нейтронов вот из-за того что между кварками есть зазоры их азимутальные вихри не могут соединяться друг с другом но это и не надо потому что отдельные кварки имеют разные заряды иначе произойдет аннигиляция поэтому азимутальные вихри кварков образуют контур через тароидальные поверхности мюнитрина такой контур имеет 22 2 полуокружности в центре которых генерируются магнитные моменты в целом я такую конструкцию называю щелевым магнитом каждый нуклон имеет три таких щелевых магнита при каждом кварке эти щелевые магниты значит вот генерируют магнитные моменты которые стягивают нуклоны друг с дружком вот здесь показана значит стяжка двух нуклонов здесь трех здесь четырех пятый нуклон вот вылезть серединку уже не может поэтому он присоединяется рядышком вот значит 6 нуклонов 7 нуклонов 8 нуклонов вот здесь 16 нуклонов на цветной рисунке изображены изображен результат моделирования вращения ядра кислорода 16 по методике хард-трифока выполненный физиками киотского университета в 2011 году нетрудно заметить вот большое сходство значит их результата моделирования и нашей модели одинаковые нуклоны соединяются соосно разные нуклоны протоны нейтрон у них направление от азимутальных вихрей в одном в одной паре кварках разное поэтому вот здесь крайние полуокружности генерируют встречные магнитные моменты и эти моменты не притягиваются отталкиваются соответственно протоны из нейтроны соединяются с небольшим нарушением соосности и в результате все ядра постепенно скручиваются в клубки вот здесь на рисунке изображен клубок экстриксот нуклонов относящийся к острову стабильности у них начало и конец цепочки нуклонов соединяются это обеспечивает повышенную стабильность таких ядер обращению внимание что линейная структура максимально хорошо соответствует идее трансмутации ядер друг друга простым разрывом цепочки нуклонов или их соединения в симпольной структуре нуклонов все ядерные реакции происходят в результате разрушения лопания бубликов средних мионетрина и образование из их симплов новых частиц электронов позитронов кварков фотонов электронных нейтрина антинетрина виктор это выводы нет до выводов еще извиняюсь далеко нет можете извиняться но время она закончилась или еще что то есть вот у вас есть несколько минут потому что нам надо вместить три доклада в 30 минут я тогда эти минуты продолжим надеюсь дойду до первичного нуклеосинтеза по гаммову здесь вот изображена значит первая ядерная реакция это распад реликтового нуклона она происходит потому что от кварки d раздвигаются в них проваливается одно мионетрина значит лопаются еще семь соседних мионетрина оба кварка из образующихся симплов значит образуется электрон новый до кварк новый у кварк обруч кварков останавливается оставшиеся восемь симплов аннигилирует в про в получившись им протоне остаются целыми пятьдесят три мионетрина у свободных протонов величина зазоров между кварками меньше извините вы понимаете не воспринимается 53 вы как бы основные моменты вот насколько я понимаю у вас я вот есть лептона есть бриона современные выгодите ну все можно собрать из лептона хорошо что из этого следует то есть но как-то вот главное как связано это с темой нашей конференции там есть связь значит я провел расчет вот симпольные структуры всех изотопов вот на этом рисунке изображено количество лопнувших мионетрина в каждом изотопе нетрудно заметить что этот график соответствует графику энергии связи что удивительно что здесь получается совпадение как бы из исчезнувшими мионетрины на самом деле это очень логично потому что дырки оставшиеся от лопнувших мионетрина вот здесь кстати их видно вот это полное заполнение мионетрина вот здесь вот в пятьдесят шестом фэруме значит под каждым кварком есть только 3 мионетрина и всего их получается 9 на основной вывод есть нуклон основных выводов такой что дефект масс ядер это реальное уменьшение массы нуклонов за счет реального уменьшения количества мионетрина в структуре этих нуклонов значит соответственно сделанными вывода повышенной массы реликтовых нейтронов у них как раз в отличие от справочного нейтрона 61 мионетрина в справочном 60 в протоне справочном 53 а в 56 фэруме там по 9 в каждом нуклоне сделанный вывод о повышенной массе реликтовых нейтронов реанимирует идею первичного нуклеосинтеза по схеме гаммала после распада первичных первых реликтовых нейтронов начинается параллельный процесс присоединение реликтовых нейтронов по схеме гаммала и образование всего спектра всех изотопов в едином цикле пока не исчерпается запас реликтовых нейтронов из этого следует вывод что в газовых облаках первых галактик еще до взрыва первых свернул новых должны присутствовать атомы металлов мы прогнозируем что результате работы джеймса лоба он должен заглянуть в эпоху еще до взрыва первых сверхновых и сможет обнаружить металлы на данном рубеже что экспериментально подтвердит нашу из теорию данный вывод можно также подтвердив и зверев мерив массу протонов и нейтронов при п и н распаде ядер изотопов данные массы должны быть меньше справочных в пределах одного процента этот же вывод может быть еще подтвержден более точным измерением массы третья потому что согласно нашего расчета массы 3 недостаточно чтобы проходила реакция бета распада 3 в деле 3 дефект масты тот что есть у справочных данных он обеспечивает формирование только четырех лопаний вернее 4 минетрина для образования электрона надо чтобы лопнуло 6 минетрина на наш взгляд это связано с тем что вот в свое время проба 3 я была недостаточно очищена извините но регламент извините регламент последнее предложение что вы хотите но вот последнее предложение это то что связано с шаровыми молнией там дальше вот есть про давайте не будем про шаровые молнии это очень интересно вот так бычков это очень интересно так спасибо вот есть вопрос у нас из владивостока евгений он заснул заснул наверное это вот ручка рука висит уже давно это я тогда спрашиваю простите вот руку не поднимает из интеллекта реликтовый нейтрон сколько времени живет значит он в свободном состоянии первоначальном живет те же самые 15 минут так как у него пляшут зазоры между кварками и так как не нужно потому что они потом исчезли потом в ядрах осознавать а почему реликтовый это то что пришло от большого взрыва до реликтовый это то что происходит с самого начала вот здесь я объяснял что вот симпольная структура нет нет почему нейтроны называете реликтовыми ответить на вопрос коротко нам некогда разводить вы поймите нашу потому что они потом исчезли потом в ядрах остались только внутри ядерные нейтроны но из их пространстве нет они только в ядрах они только в ядрах все ответ получен они не являются пространстве они только в ядрах спасибо спасибо следующий доклад а следующий доклад вот этот чибисон значит вот значит смотрите то есть бакуумцев бакуумцев я сейчас я сейчас бакуумцев вот если вы меня слышите то включайте звук вот я сейчас включаю вашу презентацию и видят люди включайте звук и начинайте говорить а я буду дима а я буду листать ваши эти самые слайды но вернее это тех просто вордовский давайте слова говорите вы меня слышите вакуумцев вы меня слышите можно говорить нет я я десять раз уже сказал начинайте говорить начинайте говорить говорить у него микрофон на работе так ну ладно тогда я останавливаю останавливаю не получается ничего бакуумцев и последний доклад демонстрация экрана есть у вас есть право пожалуйста демонстрирует движется не слышно все работает на уважаемые коллеги на ваш критический анализ выносится краткий доклад об отсутствии гамма-излучения в реакторах с новодорожными парашистами предлагается объяснение проявлением ядерных реакций физических условиях на водорожных поверхностей они разительно отличаются от известной практики ядерных технологий и в первую очередь практически полным отсутствием гамма-излучения все многообразие данных полученных в экспериментах с элементами реакторами на основе насыщенных водородов поверхностных структур просто объясняется в рамках хорошо изученной нейтронной физики это и выделение тепла и возникновение большого количества новых изотоповых элементов но для этого необходимы свободные нейтроны мы связываем образование свободных нейтронов с электронным с электронным захватом ватами водорода закрепившихся на поверхности ко времени ко времени выхода работы флейшмана японца были известны практически все виды излучения их особенности отметим важные для дальнейшего факты в 1935 году корчатовым и сотрудникам было открыто состояние изомерного возбуждения ядра второе в 37 году альваресом был открыт электронный захват ска оболочки третье в 38 году открыто конверсионное излучение ядерных изомеров русина панте корве обнаружили испускание электронов внутренней конверсии веществами захватывающими нейтроны хоффман бетчер на последнем прошу обратить особое внимание что при захватывании нейтронов возникают электроны внутренней конверсии цель сообщения дальнейшее развитие моих представлений амияр в рамках устоявшихся знаний ядерной физики и попытка ответить на вопрос паркового александра георгиевича почему в нейтронных реакциях никель водородных реакторов не наблюдается гамма излучения пункт особенность излучения ядер в состоянии изомерного возбуждения отмечу что за два года посещения творческой площадки климова за телепиной я только дважды услышал упоминание об изомерном возбуждении ядер первый раз на прошлой 26 конференции в своем докладе об изомерах коротко упомянут физики ядерщики с киева андреев евгений александрович второй раз на зимней весенней сессии за телепель валерий николаевич напомнил что есть еще и изомерные возбуждения ядер при этом он отметил что даже специализированных по ядерной физике вузах эта тема не освещается мое сообщение будет касаться именно изомерных состояний ядер ядер нуклины зависимости от энергии находится в стабильном или возбужденном состоянии в стабильном состоянии ядр обладает минимальной энергии длительно находится в этом состоянии и не поддвигается edge Wasnton за ней имеет энергии превышающий энергию снова основного состояния в этом состоянии ядро нестабильной через определенное время подвергается редактивному радиоактивного распада чисто с оств Fleck не одной из��ителей частиц возбуждённое состояние едра может достигаться различными способами нас Нас будет интересовать возбужденное состояние, связанное с захватом нейтронов. Цитата из работ профессора Бэтмена. Цитата. «Нуклид – разновидность атома, характеризуемая числом протонов и нейтронов, а в некоторых случаях – энергетическим состоянием ядра. Нуклиды могут быть стабильными или нестабильными, то есть радиоактивными». Цитаты закончены. Известны различные каналы радиоактивного распада, переводящие ядро через определенное время из возбужденного состояния в стабильное. Чаще всего радиоактивный распад происходит с излучением гамма-кванта через несколько фикосекунд, 10-12 секунды. Но, цитата из Малой энциклопедии физико-микромира. «Но у многих ядер имеется возбужденное состояние с относительно большим временем жизни изомерных состояний. Периоды полураспада изомерных состояний изменяются в весьма широких пределах, от 10-6 секунды до многих лет. Большое время жизни изомерных состояний объясняется затрудненностью перехода из изомерного состояния в основной либо из-за большой расти спинов, либо из-за существенного различия в форме основного изомерного состояния ядра. Если при этом различие в энергии в двух состояниях невелико, то вероятность испускания гамма-кванта мала. В данной ситуации переход из возбужденного состояния в стабильное происходит или по каналу бета-распада, или по каналу внутренней конверсии. Оба канала в настоящее время нехорошо изучены. Канал бета-распада происходит по известной форме с выделением 0,78 МФ, при этом спектр излучаемых при бета-распаде электронов непрерывный. В результате бета-распада возникает новый элемент с большим порядковым номером на единицу. Распад по каналу внутренней конверсии происходит в два этапа. На первом этапе испускаемый изомерным ядром гамма-квант захватывается одним из электронных оболочек атома. На втором этапе этот электрон отрывается от атома, и на его месте образуется вакансия – дырка. Так как гамма-квант может захватываться электронами из различных оболочек, то спектр излучения конверсионных электронов линейчатый. На месте, образовавшиеся в электронной оболочке дырки, перескакивает электрон из более высоких уровней. Этот процесс сопровождается мягким рентгеновским излучением. При распаде по каналу внутренней конверсии нового элемента не образуется. Если изомерное возбуждение, приведшее процессом внутренней конверсии, произошло при захвате медленного нейтрона, то в результате возникает новый изотоп данного элемента. Вот изображена у нас на рисунке протонная нейтронная диаграмма, где показано, что в центральной части это стабильное состояние, а по бокам это возбужденные состояния с различным состоянием нейтронов, то есть различные нуклоны. Вот, скажем, при 40 протонах у нас происходит самое различное число нуклонов. Вот цитата опять из профессора Бекмана. Из 2500 нуклидов, известных в настоящее время, стабильными являются только 271. А остальные нуклиды нестабильны. Они превращаются путем одного или нескольких последних распадов, сопровождающихся испусканием частиц или гамма-квантов в стабильные нуклиды. Радиоактивный распад может происходить, если данное превращение энергетически выгодно. Как видно из последнего абзаца, большинство нуклидов – это радиоактивные нуклиды, значительное число которых находится в замерном состоянии. Пархомов Александр Георгиевич утверждает, жесткое гамма-излучение возникает практически всегда, когда нейтрон захватывается ядром. Дочернее ядро возбуждается не только и не столько из-за того, что нейтрон передает свою кинетическую энергию, а в основном потому, что нейтроны, имеющие массу 939 мэв, сильно изменяют энергию связи ядра. При захвате теплового или холодного нейтрона ядро возбушается ничуть не хуже, чем при захвате быстрого нейтрона. С той лишь разницей, что сечение взаимодействия вещества тепловых нейтронов значительно больше, чем у быстрых. Это комментарий Пархомова Александра Георгиевича. Такое объяснение об исключительном гамме-излучении ядром при захвате нейтрона не выглядит для меня убедительным. Ответ ядра, как и всякой материальной структуры, зависит от силы и энергии воздействия. Всякая материальная структура испытывает тем больше изменений, чем сильнее на нее воздействия. Конкретно энергетические уровни, которых множество 2500 нуклидов, формируются перед ним суммарными порциями энергии. Да, захват нейтрона повлияет и на спину нуклида, и на его форму квадратный момент, но энергетический уровень при захвате нейтрона поделяется к привнесенной энергии. Ссылка Пархомова на справочник Биланова не выглядит убедительной. В справочнике рассматривается энергия нейтронов от 1 КФ до 14 МФ и даже не упоминается об изомерном возбуждении ядер. Эксперименты с процессами на новодорожных поверхностях говорят как раз об изомерных состояниях ядер и их соответствующих излучениях. В никель-водородных реакциях и вообще в реакциях с новодорожными поверхностями одновременно протекают процессы бета-распада и внутренней конверсии. Об этом свидетельствует появление новых изотопов и элементов и мягкое рентгеновское излучение. В докладе Нейарвей Заксотки на вебинаре Климова Зателепина возражение вызвало положение о том, что при захвате медлиных электронов возникают ядра, не сопровождающиеся излучением гомо-квантов. В качестве контраргумента мне напомнили об энергии связи в ядре и дефекте масс. Но здесь нет противоречия уже потому, что изомерные состояния возбуждения, сопровождающие запаздывающие излучение бета-распада и конверсионное излучение электронов, реально существуют и широко распространены. Соответственно, в этих процессах и с энергией связи, и с дефектом масс все в порядке. Известный график удельной связи для различных ядер составлен для основного состояния. Ряд дефекта масс, соответствующий этому графику, тоже составлен для основных состояний нуклидов, которых всего 271. Общее же число нуклидов – 2500, из них только бета-активных ядер, бета-распадных ядер – 1700. Отсюда между основными состояниями нуклидов существует множество промежуточных изомерных состояний и множество малых дефектов масс, соответствующих переходам между этими изомерными состояниями. Из малых промежуточных изомерных дефектов масс вытекает и слабое излучение в форме бета-распада и внутренней конверсии. При захвате холодных электронов и формируются энергетические уровни для множества малых дефектов масс изомерных состояний в промежутках дефектов масс основного состояния. Выводы. Первое. Излучение изомерно возбужденных ядер протекает по двум каналам. А – канал бета-излучения, Б – канал процесса внутренней конверсии. Таким образом, при излучении изомерно возбужденных ядер гамма-излучение подавлено. Второе. При захвате гамма-кванта одним из обитальных электродов в процессе внутренней конверсии образуется дыркой, что приводит к мягкому рентгену. В этом природа мягкого рентгеновского излучения в реакторах с новодорожными площадками. Третье. Излучение изомерно возбужденных ядер происходит с запаздыванием от миллисекунд до нескольких лет в сравнении с сильно возбужденными состояниями. Этим объясняется начало выделения тепла в эксперименте Флейшман и Понса примерно через 70 дней после запуска установки. И четвертый последний уровень. Бета-распад и мягкий рентген есть признак и следствие изомерного возбуждения. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы к докладчику. Пока готовиться, я хотел бы некое замечание сделать. Ну, во-первых, изомерное состояние. Есть такая шутка природы. Тантал имеет два изотопа. 180 и 181. Так вот, тот, которого больше, это изомерное состояние. Вот такая шутка природы. То есть есть очень долгоживущий, я уж не помню какое там время, но очень большой, природный изомер. Такая шутка природы. Я второе, вот то, что вы как бы так, это на пальцах, то, что называется физики, ажи-излучением, оно есть, оно наблюдается, когда у вас идет внутренние конверсии, у вас наблюдается ажи-излучение. Здесь, более того, есть просто методики, которые снимает ажи-спектр. Это известная, очень хорошая методика. Вот я не очень понял, что вы дискутируете с Пархомовым, и причем тут Бэкман, ну, наверное, есть Бэкман, да, есть, наверное, еще Мухин, Севухин, но есть и другие учебники. Как бы, суть доклада. Суть доклада, что при изомерном излучении, гамма-излучении, при состоянии изомерного возбуждения и переходе из изомерного состояния в основное состояние, гамма-кванты не излучаются, потому что они подавляют, при этом излучаются, происходит или бета-распад, то есть снимается возбуждение с помощью бета-распада или с помощью, вот как вы сказали, уже электронов. Ну, это, так сказать, спорный момент. Вот, допустим, у, вот есть уран, вот тот, чем я, так сказать, работал, 35-й уран, у него есть в районе 92 к, в районе 90 к, изомерный уровень, да, вот если его туда загнать, и он там с периодом, там, по-моему, я уже не помню сколько, 8-10 минут распадается, естественно, этот гамма-квант излучается, а куда ему деваться? Вы понимаете, я не очень понимаю, что значит. Что значит изомерный уровень? Это уровень, в котором находится ядро, и оно, это не основной уровень, у него есть дополнительная энергия. Он, конечно, хочет ее сбросить, она там может быть затруднено, там, четно, правила отбора четности, спина, но общее, в ядерной физике, есть всего один параметр, по которому идут все процессы, это энергетическое выгоднение. Вот если это энергетической системе выгодно, то эта реакция пройдет, этот процесс пройдет, понимаете? Поэтому вопрос там, насколько сильный запрет, то есть абсолютный запрет, только один, энергетический, все остальные запреты, четность, спина, так сказать. Совершенно согласен. Они все преодолеваются, это есть время, поэтому я не очень понимаю, почему не может излучиться гамма-клант. Конечно, излучится, я вам просто приведу примеры, пожалуйста, то, что мы мерили. Вот, Миркин хочет, Владислав, пожалуйста. Я хотел бы понять, а почему вы выделили изомеры из изотопов? В чем, собственно говоря, здесь принципиальная разница? В том, что изомерное состояние и основное состояние, между двумя основными состояниями, очень большая энергетическая разница. А вот, когда мы берем между изомерным и основным состоянием, то прирост энергии этого возбужденного состояния по сравнению с основным состоянием очень небольшой. Поэтому и происходит это изомерное освобождение, изомера от этой энергии и переходе в основное состояние по каналу или бета-распада, или конверсионного излучения. Вот и все. Так у вас изомер переходит в изотоп. В основное состояние. Почему из изомера изотоп? Изотоп это тоже основное состояние. Да, именно. Я имею в виду. Но есть изотопы радиоактивные, а есть изотопы... Радиоактивные изотопы это и есть изомерное состояние. Вот они переходят в основное состояние, сбрасывая энергию. Это просто неверное утверждение. Это просто неверное утверждение. Я вам привожу примеры. Я вам привел пример с Ураном, а теперь привожу пример с Реннием. 187-й Ренни. Абсолютный чемпион по границе бета-распада. Всего два кэва. Вот, пожалуйста, он распадается, как все положено, как при бета-распаде. А 235-й уран, он излучает гамма-квант 90 кэва. Но вы имеете в виду 235-й уран при бета-распаде? Нет, у ядра есть изомерное состояние. Вы, по-моему, на мой взгляд, не очень хорошо себе представляете, что такое изомерное состояние. Вот есть, у ядра есть возбужденный уровень. Обычно время жизни вы можете стукнуть по ядру, там, какой-нибудь частицы, оно возбудится. Но время жизни этих состояний очень короткое, оно там порядка 10-20 секунд. Но есть некоторые уровни, ядро туда может заскочить, которое долго живет. И вот это называется изомером. Да, именно это и есть изомер. Об этом я говорю. Почему он должен безрадиционно, так сказать... Он нет, почему безрадиоз? Лень, это уже дискуссия. Давайте, вот это интересный, очень интересный вопрос. Давайте на круглом столе. Поскольку ты вот сам это затеял, вот, если будешь тогда расхлебывать, на круглом столе тогда по председательству, по крайней мере, в самом начале, если тебе не трудно. Вот. А сейчас давай вот завершать уже это дело. Потому что покушать надо людям. Вот Филипп Исикайло хотел сказать. Филипп Иванович. Я хотел спросить простой вопрос. Вот я видел формулу у вас, распад нейтрона, и там выделяется энергия 0,78 мэр. Но известно, что при образовании нейтрона тоже выделяется порядка 0,68 мэр. Не является ли это как бы вечным двигателем? То есть, с одной стороны, вы электрон впихиваете в протон, получаете энергию. Потом нейтрон распадается, тоже получаете энергию. Филипп, Филипп, все дело в том, что ты эту энергию не удержишь в одном объеме. Это все понятно, но, тем не менее. Самое главное, я к этому не имею отношения. Так это же очевидный момент. Нет, я вроде как видел, что там маленькая энергия при распаде нейтрона, так сказать, образуется. Несколько кэф, но это не 0,78 мэр. Нет, правильная цифра, правильно. Нейтрон тяжелее протона плюс электрона. Но это все еще от нейтрина очень сильно зависит. Лень, ты тут не прав, у него еще потенциальная энергия есть, 1,7 мэва, ты не забывай об этом. Когда электрон по отношению к протону, то у него огромная энергия потенциальная. Какая потенциальная энергия? Электрическое поле, электрическое поле он имеет в виду. Конечно. Друзья, друзья, это уже дискуссия, это уже дискуссия, давайте все это самое, сворачиваемся. Ну, вообще, конечно, интересно, что есть вот эти данные по нейтрино, но так, чтобы не ля-ля, а вот именно с полной энергии. Вот, Филипп, 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 очень-очень-очень интересная тема. Давайте мы с нее начнем 7 часов эту самую, круглый стол, и давайте 15 минут перекусим, так вот, 20 минут. Нет, начнем, давай, со странного излучения, вот я сейчас быстро набросаю моменты, потому что мне как-то вот оно как все пошло не туда. Лень, ну, заканчивай давай эту самую. Да, все, объявляется перерыв до 7 часов. Спасибо, Леонид Рубежкович, Лень, но ты председатель в 7 часов об этом, давай. Хорошо, договорились. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо.